Ребят, всем привет, как дела? Давайте начинать второй урок. Добро пожаловать из Silicon Valley, онлайн-курс на второй день, второй урок наш. И как всегда, ребят, я попрошу плюски в чат поставить, если меня видно и слышно, потому что мы сегодня будем общаться с вами посредством чата. На основных уроках уже вы будете и в микрофоны, и в камеры можете там говорить и показывать. Так, окей, плюски я вижу. Окей, хорошо. Я буду, может быть, немножко отвлекаться по этому уроку, потому что народ прибывает, в класс не нужно пускать. И еще раз хочу всех поприветствовать, добро пожаловать в Silicon Valley. Я уже говорил, да, у нас онлайн-курс, мы учим на тестировщиков, на manual, на automation, все онлайн. И я являюсь не только человеком, который рассказывает о курсе, я являюсь автором-предподавателем этого курса, и я буду вести все ваши занятия. У нас есть дополнительные факультативы, там еще другие есть преподаватели, но это необязательные факультативы. Все обязательные уроки в классе буду вести вас лично. И, скажем так, вы посещаете первые уроки, вот первый-второй урок бесплатно. Вы смотрите, как в виду, и если вам все нравится, вам все понятно, то есть ничего большого изменения не будет, за исключением того, что просто информация будет добавляться. Больше, больше, больше будет информации, мы будем дальше с вами идти по темам. И сегодня у нас будет уже такой более практический день, потому что, я надеюсь, у вас вчера было понимание того, как вообще складывается процесс тестирования вообще, ну, что это такое, на всяком случае, да. Сегодня мы уже с вами попробуем тестировать. То есть мы сегодня будем заходить на веб-сайт, я буду вам рассказывать шаги, как проходит тестирование, мы посмотрим, как работает автоматическое тестирование. Автоматическое тестирование мы будем делать в двух средах, скажем так, на фронт-энд, браузерное тестирование, и на API. API – это канал коммуникации между устройствами, посмотрите, как работает тестирование на API. И то, и то будет автоматическое. Помимо того, что мы мануально еще тестирование сделаем, что у нас еще в программе курса, не курса, урока, а, кстати, программа курса, конечно же, мы посмотрим программу курса, то есть вы будете понимать, что вы будете учить на каждом из факультетов для того, чтобы вам легче было определиться с выбором факультета, потому что у нас есть два факультета, manual automation и, соответственно, сегодня и вчера вы в одной общей группе, в пятницу у нас начинаются уже основные уроки, и до пятницы, я думаю, вы уже определитесь, какую группу вы хотите, и, соответственно, вы запишетесь туда, и мы будем отдельно учить факультет manual, отдельно automation, соответственно, там будут похожие предметы, но все равно направления немножко будут отличаться. Соответственно, я вам сегодня расскажу прям понедельно, прям покажу, что конкретно мы будем учить понедельно на том или ином факультете, в чем отличие, как хронометраж, так и, может быть, какие-то предметы, и, соответственно, ну, глубина изучения одинаковая на факультетах, просто какие-то предметы есть на automation, которых нет на manual, соответственно, курс manual по наполнению, он поменьше, можно даже сказать, он полегче, да, курс automation более наполненный, потому что, еще раз скажу, может, вы уже вчера слышали, но еще сегодня скажу, что курс automation уже в себя включает полностью программу курса manual, но об этом мы еще сегодня поговорим. В общем, сегодня план много работать, и, кстати, по работе. Мы сегодня с вами вместе попробуем написать ваш первый код, если кто-то еще не был с этим знаком, на языках программирования. Я вам расскажу, для чего эти языки программирования, как они вообще, ну, лойка их строится. Мы попробуем написать первый код на Python и на JavaScript. Вот два наиболее простых языка программирования, которые в том числе мы учим на нашем курсе automation. На курсе manual мы не учим языки программирования, но, тем не менее, на курсе manual вы будете учить основы automation, что даст вам возможность тестировать программы, фронт-энды, API, где-то автоматическими, где-то полуавтоматическими методами. В общем, такой вот сегодня такой большой наполнитель. Я, кстати, по вопросам. Дмитрий, спасибо, что задаете мне вопрос, вы мне напомнили о том, чем мне еще нужно напомнить. Значит, по записям, ребят, наши все уроки идут в прямом эфире. То есть сейчас идет прямой эфир, вот я вижу ваши вопросы, вы мне пишете. Кстати, вопросы я вижу, другие участники не видят, но они приходят. Значит, запись будет каждому уроку. То есть у нас есть прямой эфир. Расписание вчера мы посмотрели, но я еще раз сегодня об этом скажу, расписание на каждом из факультетов. И где-то через полчаса, может быть, час, это зависит от обработки, потому что мы видео на YouTube размещаем. И к нему имеют доступ те студенты, которые учатся у нас на курсе. И вот как только YouTube обрабатывает это видео, и оно доступно для просмотра, все, у вас это видео есть. То есть по моим наблюдениям, это от получаса до часа проходит, в зависимости от загрузки YouTube, я не знаю, от чего у них там зависит. То есть у вас будет доступно видео прямого эфира, которое будет проходить у нас по расписанию, по факультетам. Соответственно, если вы живете, например, в другой, скажем так, в другой часовой зоне, вам неудобно, вы можете включить запись и посмотреть ее в любое удобное для вас время. Или пересмотреть, хоть много раз. Кстати, многие студенты так и делают. Они говорят, что они пересматривают и повторяют просто за мной или за преподавателем, если это факультатив, что он там делает. Соответственно, так просто может быть легче по шагам пройти. А на классах народ больше сидит, смотрит. Ну, кто-то, кто успевает, можно, конечно же, и повторять сразу за преподавателя. Schedule или стабильное? Сергей спрашивает. Нет, Сереж, расписание у нас стабильное. У нас вот то расписание, которое я представляю здесь на вводных уроках, оно не меняется. Оно также идет. Единственное, насколько я сейчас знаю, в Америке не будут менять время. Там летнее, весеннее. Я не знаю, какое время меняли. Вот сейчас время, по-моему, не будут менять. Вот в связи с этим у нас не менялось время. У нас как было там 6 вечера manual, 7.30 automation. Но оно менялось из-за перемены времени. Сейчас не будет меняться. Вот как вы пришли, так и вы заканчиваете курс по тому же времени. По поводу домашнего задания, вы мне пишите, ребят, домашнее задание потом, попозже, или напомните мне, или я вам скажу. Значит, те, кто уже записались на курс, вам нужно будет сдать это домашнее задание в первую домашнюю работу, которая у вас будет в пятницу. Вот урок, там будет домашняя работа в вашем онлайн-кабинете, и там нужно будет сдать домашнее задание. Те, кто еще думает или не думает, не знаю, ну, в общем, вы еще не решили, придете на курс или нет, вы можете отправлять то домашнее задание, которое мне сейчас отдавал, нам сюда, в чат. Я его обязательно посмотрю и, соответственно, поделюсь с народом, как вы его сделали. Так, домашнее задание я сказал, ссылка по почте придет на YouTube. Дмитрий, что касается YouTube, у вас ссылки на видео, на записи, которые вчера и сегодня уроки, мы будем делать рассылку, если вы про это спрашиваете. То есть у нас, ну, раньше как бы мы делали по одному уроку, отслали, сейчас решили, ну, зачем бомбить письмами народа, сразу два урока отошли, мы все. Единственное, нужно, чтобы YouTube обработал. Поэтому, ну, не ждите сразу сиюминутно после нашего урока вот этого, что вам придет запись. Может, пройдет несколько часов, и вам придет видео с, вам придет письмо с двумя уроками. И вы можете пересмотреть вот вчерашний урок сегодня и пересмотреть до следующего курса, пока мы новые такие вводные уроки не сделаем. Ну, все, пока я вопросов других не вижу, ребят, если есть вопросы, кидайте в чат, я буду по мере возможности отвечать на них. Если этот вопрос будет озвучен далее в презентации, соответственно, я сразу на него не отвечу, отвечу тогда, когда он будет. Мы сейчас идем на презентацию, и я так думаю, народу удобнее как бы наглядно смотреть, кому-то удобнее презентация, кому-то удобнее слушать. Мы стараемся угодить всем студентам для того, чтобы все видели и все понимали вообще тот материал, который я вам даю. Сегодня, как я сказал, у нас будет второй день, сегодня практический день, сегодня у вас есть возможности, будет возможности, есть возможность уже попробовать работу ки-инженера. Понять, как бы еще у нас стоит не просто на слух, а щупать ее, да, вот вместе со мной просто заниматься тестированием. Я вам расскажу, как это проходит, а вы попробуете и скажете мне, как вам понравилось, не понравилось, тяжело там, не тяжело. И у нас сейчас, как я вам сказал, идут вместе уроки для manual, для automation, то есть я вам показываю все вместе. И сразу скажу, что вы не можете стать key automation, автоматическим тестировщиком, без знания мануального тестирования. Это очень просто. Иногда вот нам на курс приходят ребята, которые программирование где-то учили, или сами, или может программисты когда-то были. У меня, кстати, один знакомый есть, он еще после школы поступил в колледж или институт, я не знаю, если честно, и он учил программирование. То есть он программист по специальности, а потом работал в страховой компании. Ну вот так у него получилось. То есть он давно уже не практикал программирование. И вот он пришел на курс и говорит, Сергей, я, говорит, все это знаю, ты мне просто покажи, что нужно делать. Я говорю, так так не работает. Он говорит, а его тоже Сергей зовут. Я говорю, так не работает. Ты должен выучить сначала практику мануального тестирования. Ты должен знать, как находить баги, ты должен знать технику, ты должен знать последовательность, ты должен знать, что в первую очередь надо делать. Exploratory manual или exploratory positive, к примеру, в какой последовательности. А потом, когда ты все это уже знаешь, ты можешь это автоматизировать с помощью тех знаний, которые у тебя уже есть, знамотки программирования. Потом он понял, что да, это так. Но настроение у него было изначально не такое. Типа ты меня за одну неделю научи, а дальше я сам. Вот так не работает, ребят. То есть, если вы решили стать тестировщиком, мануальным, автоматическим, неважно, вам все равно нужно знать мануальное тестирование. Потом мануальный тест-кейс, который вы руками делаете, глазами смотрите, это можно автоматизировать с помощью специальных программ. Вам просто код туда нужно написать, он несложный, кстати. И вы можете вот эти действия, которые вы руками делаете, автоматизировать, за вас эта программа будет делать. То есть, ну, как человек, вы увидите это. Сегодня там и мышка сама будет двигаться, ну, мышка, кстати, не двигается, поля меняются, проверяется наличие там картинок, правописания, там еще чего-то. Ну, там много всего можно проверок делать. Но это все делают люди. То есть, программа пустая. Вот все наполнение делают люди. Да, это можно написать, но для этого нужно знать мануальное тестирование. Поэтому вы либо идете на факультет manual, и вы будете просто manual инженер, ну, руками все можете уметь делать, а таких проектов много, где требуется только мануальное тестирование. Либо вы идете на факультет automation, где учите все вместе, и manual, и automation. И тогда вы умеете делать и мануальное, и автоматическое тестирование. И сразу скажу, что обычно автоматический тестировщик, automation инженер, процентов 50 времени тратит на мануальное тестирование. Вот такая работа, вот так и работает. Есть, конечно, чистое программирование, но это вообще, как я говорю, это SD-ская работа. SD-ская, это значит SD, с автор-девелотным инженером. Мы уже, как я понял, проверили чат, мы проверили видео, мы проверили звук, и я уверен, что вам все видно. Если не видно, чего-то не слышно, ребята, вы напишите мне в чат. Я вас попрошу переподключиться, больше вариантов нет, только может быть какое-то другое устройство. Также, если у вас есть возможность взять блокнот, есть возможность взять ручку, сделайте это, потому что у вас будут, может быть, какие-то вопросы, которые вы забудете, и вы можете сейчас их записать, и потом их задать позже. Если есть какие-то вопросы, которые вы забыли спросить меня сейчас, вы можете отправить их потом с нашего сайта. Есть такой виджет, или вот каналы коммуникации еще. Я посмотрю, отвечу, и, надеюсь, мой ответ вас удовлетворит. Окей? Значит, что мы сегодня будем делать? Сегодня, как я сказал, будет более прикладной день. Мы руками будем что-то делать. Мы посмотрим, как работает тестировщик. Прямо вот по шагам. Дальше мы попробуем что-то сами протестировать. Прямо откроем сайт и будем тестировать. Я вам покажу, как работает то, что мы делали руками. Будем делать руками. Я вам покажу, как это работает с помощью автоматического тестирования. Вы посмотрите, что это гораздо быстрее делается. И это делается, скажем так, уже не руками, а программой. Мы с вами попробуем написать первую программу на Python, на JavaScript. А также мы поговорим, почему именно эти языки программирования мы учим на курсе. Ну и вы поймете, что это легко и понятно для новичков, как написано. Но это не просто надпись. Это реально легко и понятно. Дальше. Мы посмотрим план обучения, как я сказал, отдельно на факультете manual, отдельно на automation, понедельно. Прямо по каждой неделе, что вы будете делать. И, соответственно, поговорим о поиске, работе и интервью. И в конце курса, как обычно, кто уже решил менять свою жизнь, кто решил стать тестировщиком, кто решил много зарабатывать. У вас будет такая возможность записаться на курс, получить профессию и через 11 недель, а у кого-то и раньше. То есть у каждого свой путь в Киа. Кто-то у нас еще на курсе получает работу. Это зависит от нескольких факторов, один из которых – это живой мозг, живой ум такой, который потребляет хорошую информацию. И второе – немаловажно – это смелость. То есть многие, я не знаю, чем это связано, но может быть с тем, что перемена работы, многие боятся первого интервью и еще что-то. Я никогда не боялся. Я поговорил с человеком, да-да-нет, ну дали работу, дали, не дали, не дали. А что ты теряешь? Нельзя потерять того, чего нет, правильно? Поэтому некоторые студенты немножко теряются. Поэтому если вы не теряетесь, а я учу вас не теряться, эти навыки прохождения интервью мы тоже проходим на курсе, то у вас будет вся возможность еще в процессе курса уже получать работу. Все зависит от вас. Смелость есть – круто. Смелости нет – будем воспитывать смелость. Я вам буду рассказывать, как не теряться на интервью, техники прохождения интервью, этапы, вы все это будете знать. Мы много, кстати, будем делать МОК-интервью, таких технических тренировочных интервью. Ребят, я вас прошу вот сейчас, я вижу, мне в чат пишите. Я, значит, что попрошу, в чат напишите мне плюсик, кто у нас сегодня первый день, для того, чтобы я понимал объем того, что мне нужно пересказывать или давать вам просто сразу новую информацию. Есть у нас новые люди, которые вчера не были? Есть. Окей. Причем один из них – это наш уже студент. Я вот вижу вас. Олег, здравствуйте. Хорошо, ну, я вижу, есть новые люди. Хорошо, тогда я немножко о себе расскажу. Еще расскажу, меня зовут Сергей Ефремов, я Q-инженер, я живу и работаю в Калифорнии, наверняка вы видели мои видео на канале YouTube. Я стал работать в Q-инженеринге как тестировщик, когда я приехал в Америку. Это было более 10 лет назад. И когда я приехал в Америку, я хотел работать в банке, потому что то место, откуда я приехал, я тоже работал в банке. У меня финансовое образование и довольно хорошую карьеру я сделал, вот там, откуда я приехал. Но, когда я приехал в Америку, в банк меня не взяли. Это немножко вкратце так рассказываю, да? Но меня взяли в Q-инженеринге, меня взяли в тестировщике, буквально там через месяц после того, как у меня два отказа было в банке. Меня взяли на зарплату в два раза выше, чем та, которая в банке предлагалась. В банке 7 долларов в час, на тестирование было 14 долларов в час. Мы работали как бета-тестировщики. То есть я не был еще профессиональным тестировщиком, я не знал ни техники, ни автоматической тестировки. Короче, я вообще практически ничего не знал в то время. Я просто знал, что мне дали программу, и мне сказали, поработай. Вот поработай, скажи, как она тебе. Как модули работают, как тебе нравится, как она выглядит. Вот это и было бета-тестирование, такое непрофессиональное тестирование. Но их устроил мой английский, их устроило то, как я это все делал. Соответственно, я стал работать как тестировщик, и это была пар-тайм работа, не фулл-тайм. И я понял, что я хочу работать фулл-тайм. Искал проекты, где-то продолжал работать в power-time, где-то в full-time. Начал потом учиться, много учился и до сих пор учусь. Сначала начал работать как manual тестировщик. Потом я перешел в automation, и мой первый язык программирования был Java. Java, потому что я не знал, что учить. Все учили Java, и я учил Java. Мне кто-то там сказал где-то на фоне Java. Я учил Java. Оказывается, неправильно. С Java начинать трудно. Java – один из самых вообще трудных языков программирования. Но в то время, это было больше, чем 10 лет назад, Java была еще, скажем так, в фаворе. Java, потому что индусское IT-лобби, оно довольно сильное и в мире, и в Америке. Индусы очень хорошо Java все знают. Я тоже учил Java. Причем Java мне давалось нелегко. Потому что Java – такой трудноватый язык программирования. Но ничего, подучил Java, учил Java, стал на Java что-то делать. Потом уже на работе мне программисты сказали, что Java не надо учить, надо учить Python. Вообще языки программирования, ООП, объект-ориентированные языки программирования, лучше начинать с Python. Python – самый простой язык ООП программирования, объект-ориентированного. На нем делается все, что угодно. И front-end, и API можно делать, и back-end, все, что угодно можно делать. Универсальный язык. Самый простой язык программирования. Поэтому мы учим его, кстати, на курсе. Второй язык – JavaScript. Пошел он далее, далее, далее. Языки программирования очень похожи между собой. И первый язык учится, может быть, еще там, как-то ты смотришь на него, может быть, не то, что непонятно, но новое все для тебя. А потом логика, та же самая, немножко отличается синтекс из языка. То есть где-то скобочки ставятся, где-то там точка запятой, где-то отступы, где-то не надо отступы. Но логика одна и та же. Вы это увидите на курсе. Я стал работать в компаниях. Работал в многих компаниях. Дорос до лидов в Кремьевой долине. То есть начинал работать еще с Колорадо, потом Калифорния, потом Северная Калифорния. И дорос до лидов в Кремьевой долине. То есть возглавлял вообще все направление УК в одной очень крупной компании. Она, кстати, известна все США. Это не Фанк, то есть это не Facebook, там, не Apple. Но это одна из самых известных компаний вообще в США. То есть я там, ну, я не буду название ее говорить, да, чтобы не закидывали письмами. Но, тем не менее, очень крутая компания. То, что я выучил в процессе от бета-тестирования до лидовской позиции, вот этот большой путь, да, он занял довольно много времени, потому что, ну, большую частью я все сам учил. Это занимает время, много времени, потому что тебе нужно выучить не просто правильно, тебе нужно выучить, ну, скажем так, ты сталкиваешься с вещами, которые можно не делать. Вот поэтому у нас люди и учатся на курсе. Мы на курсе даем такой шорткат. Вы учите сразу правильный вариант, да, как Микеланджело говорил. Я, говорит, беру статую и отсекаю ненужный мрамор, остается вот нужная статуя. Вот то же самое, вам ненужное время тратить на то, чтобы ненужные вещи учить. А вот у меня выходило время, чтобы ненужные, там, еще что-то разбираться. А сейчас я тоже, чем раньше, там, не знаю, месяц разбирался, я сейчас, ну, за час буквально могу разобраться. Вот раньше приходилось тратить время. И вот весь этот путь, который я прошел, я вам сейчас даю выжимку из этого пути. Я создал курс на основе своих знаний, я вам их продолжаю передавать, я вам даю технологии, которые на сегодняшний день применяются в Кремлевой долине. Прямо на сегодняшний день. Потому что они меняются, ребят. У нас каждый курс чуть-чуть отличается от предыдущего. Я смотрю, что нужно вот сейчас и на перспективу, и, соответственно, учу вас только тому, чему нужно. И я вас не учу, например, тем тулсам, которые уже не востребованы. Хотя, может быть, пять лет назад они прям были очень востребованы. Сейчас они нужны? Все. Мы их даже и не рассматриваем. Идем дальше. Что необходимо для устройства на работу? Наш курс, ребят, это не просто обучение технологиям, да, вы учитесь hard skills и soft skills. Соответственно, это должно привести вас к рабочему процессу. Не имею в виду, на работу вас должно привести. Если кто-то из вас уже работает как инженер, это хорошие знания будут, которые вам позволят эффективно работать в компаниях. И стать автомейшем инженером и продвигаться дальше. Hard skills состоят из знаний, технологий, инструментов, с которыми надо работать. Soft skills – это умение употреблять эти, применять эти тулсы. И плюс умение работать вообще в коллективе. Коллективы бывают разные. И в разных коллективах работа строится по-разному. И мы учим работать по разным коллективам. Что касается hard skills. Это, скажем так, много здесь всего есть, но вы не учите это все за один день. Это на протяжении 11 недель идет. У нас каждый из курсов manual automation идет 11 недель. И, соответственно, все, что здесь есть, вы учите на обоих факультетах, но где-то, глубже, где-то нет. Например, на manual вы не учите языки программирования. На automation вы учите. Соответственно, вот знание инструментов техник программы. QI методология, вы знаете, знание software development life cycle. Цикл разработки программного продукта. Умение находить баги, создавать баг-репорты обязательно. Мануальное автоматическое тестирование. Мануальное по-любому вы должны знать. Автоматическое – это optional для manual, для automation. Соответственно, вы для этого сюда и пришли, правильно? Языки программирования для автоматизации нужны. Знания веб-сервисов – это API, клиентская серверная архитектура. Технические знания для работы QI нужны общие. То есть есть, ну, скажем так, есть знания, которые вы по-любому должны знать, чтобы работать в техническом коллективе. С этого мы начинаем. Первые несколько уроков, не сегодняшние, уже основные, они проходят с тем, что мы учим общие знания, которые у вас должны быть, а потом мы начинаем развивать их по направлению. Front-end API, backend тестирование. Что составляет end-to-end тестирование? Если не вдаваться в подробности, front-end – это все, что видно на экране. Причем экран неважно какой. Это может быть экран компьютера, телефона, холодильник. Сейчас холодильники с экранами. Все, что вы видите – это front-end, тестирование видимой части. API – это передача информации, скажем так, если очень утрированно сказать. То есть вы тестируете канал, вот передача информации. Дальше backend-тестирование, база данных. Тоже мы это делаем. Работа с GitHub на обоих факультетах учим. Введение проекта Jira Confluence тоже на обоих факультетах. Soft skills. Вы, когда приходите на работу, даже женщина на работу, когда вы приходите на интервью, а это несколько этапов интервью как минимум, вы должны уметь рассказать о своих знаниях. Да, они у вас есть. Бывает, знаете, вот такая постсоветская школа английского языка. Это когда человек понимает английский, но сам сказать ничего не может. Есть такое, может быть, кто-то с этим сталкивался. А в технических знаниях тоже есть такое, ребята. И это свойственно людям, которые из постсоветского пространства приехали. То есть многие знают много, особенно уровень самообразования у нас прям очень высокий. Нам легко самому учиться. Но рассказать об этом трудно, особенно правильно рассказать. Вот американцам легко, это их родной язык английский. Индусы хорошо рассказывают, на ура рассказывают. Китайцы хорошо. А вот русскоязычные люди, они как-то, не знаю, теряются. Вот мы учим, чтобы вы не теряли, чтобы вы умели рассказать именно о тех знаниях, которые у вас есть. Знать, как проходить собеседование. Собеседование состоит из этапов. Вы знаете, будете, как проходить каждый из этапов. Они отличаются. И техники прохождения, и вообще, что происходит на каждом этапе, это отличается. Знания каналов, коммуникаций в проекте очень важны, потому что в любом из проектов работает много специалистов, часть из них технические, часть из них не технические. Вы должны знать, кто за что отвечает, где находить информацию. Соответственно, я вас буду этому учить. Умение работать в техническом коллективе, это очень важно, потому что, если сказать вкратце, ребята, если вы зайдете в бухгалтерию, например, там, по-русски говоря, голдеж такой, люди общаются, разговаривают. Если вы заходите в IT-отдел, ну, когда-то, может быть, кто-то заходил в компьютерный отдел, обычно тишина, просто стучат клавиши на клавиатуре. Вот это утрированное большое такое отличие. На самом деле, там много отличий, но технический коллектив, он отличается от обычного коллектива. И я вас учу работать именно в техническом коллективе, чтобы знали именно, как в нем чувствовать себя своим. А вот именно умение быть своим в команде. Потому что, если вы не будете своим в команде, ну, команда, скажем так, от вас избавится, вы ей не понравитесь. Поэтому нужно чувствовать себя своим в команде. Работа в рамках Agile Scrum, Waterfall. Циклы разработки программного продукта, они бывают разные. Это правила, по которым строится работа в коллективе. Вот эти правила мы все учим, и не только учим, мы работаем в рамках Agile Scrum, и немножко Waterfall мы туда тоже применяем, потому что вы должны знать, как там тоже работать. Брать на себя роль лидера в проекте. Технический коллектив, он другой. То есть лидер в техническом коллективе – это не тот, кто всех на обед зовет, или анекдоты умеет рассказывать. Лидер в техническом коллективе – это человек, который обладает достаточным количеством знаний, чтобы к нему все могли обратиться. Вы должны быть таким человеком, вы будете таким человеком, потому что тестировщик – это человек, в первую очередь, который знает хорошо свой продукт. Если вы не знаете, какого цвета должна быть кнопка, или при нажатии на эту кнопку, сколько окон должно открыться, одно или два, то как вы собираетесь тестировать этот продукт? Вы узнаете, как будет работать продукт. Вам дается время от месяца до года, дается, чтобы изучить продукт. Разные бывают продукты. Когда вы уже изучите продукт, Вы будете обладать полной такой картиной знания о продукте, и к вам люди в проекте будут обращаться и говорить, слушай, а вот как там, как так? А вы уже, когда достаточно количество времени поработаете, будете уже такой в роли эксперта выступать. Это и есть лидер в техническом коллективе. Вот ваша задача будет стать таким лидером. Умение работать в интернациональных и удаленных командах. Ну, сейчас все проекты, IT-проекты, они очень разветвленные. То есть все общаются через Zoom, через Slack. Все работают на разных континентах. Очень много сейчас вьетнамских команд, хотя раньше было много индусских, вьетнамских мало, сейчас много вьетнамских команд. То есть вам не только акценты нужно понимать, да, и вьетнамский, английский, а он такой довольно квакающий, то вам еще нужно понимать менталитет этих людей, вам нужно понимать отсутствие тайм-менеджмента, например, в индусских командах, ну, и прочие, скажем так, маленькие моменты, которые позволят вам эффективно работать с этими командами. Я уж молчу про временные зоны, да, что вам нужно, не знаю, там, в 9 вечера делать митинги, например, с индусскими командами. Бывает такое, но это не везде, это на каких-то проектах, ну, бывает, то есть такое, ну, это редко. То есть вот это soft skills, ребята. Чтобы получить работу и работать, у вас должна быть равная комбинация soft skills и hard skills. Тогда вы сможете и получить работу, и хорошо на ней работать. Вот это мы все равно учим, да, учим на курсе. Что спрашивают на собеседованиях, когда вы приходите на собеседование, и даже не приходите, это по Zoom обычно сейчас делается. Ребят, ну, спрашивают, по сути дела, то же самое, что я вам показал на прошлом слайде. Вот все знания и умения, которые нужны, их спрашивают на собеседованиях. Соответственно, тут есть вопросы, вы можете их почитать, я не буду их разбирать, сейчас каждый. Просто скажу, что вас спрашивают, и как работать, и как вы работали, и как вы собираетесь работать, и, может быть, что-то руками сделать, и написать код, или просто решить какую-то техническую проблему, или что-то протестировать. Например, протестировать, как залогиниться в email. Вы скажете, так это же элементарно. Пишешь юзернейм, паспорт, нажимаешь на кнопку. Это элементарно, если вы не тестировщик профессиональный. Если вы профессиональный тестировщик, первое, что вас попросят, нет, вас попросят что-то протестировать. Напишите мне в чат, как вы думаете, что вы должны ответить, когда вас просят что-то протестировать. Вот мне интересно, что вы мне сейчас ответите. Я вас попросил протестировать логин в email, в Gmail, там, в любой email. Ваш ответ на мой вопрос напишите. На любом языке. Вот Сережа пишет на коменте, на любом, просто это принцип тестирования. Как вы думаете, с чего начинается тестирование вообще? Что вы будете делать? Когда я вас попрошу что-то протестировать. Амин, Джанат, супер, молодцы, Олег. Ну, часть народа, я смотрю, правильно ответила, правильно. Ребят, как вы будете знать ожидаемый результат, что вы, ну, как вы должны тестировать, если вы не знаете продукт? А как узнается продукт? Инструкция, документация. То есть в реальном, в нашем, в реальном мире, вот когда ты идешь в магазин, там, микроволновку покупаешь, да? Откуда вы знаете, как пользоваться микроволновкой? Скажешь, так я пользовался уже микроволновкой. А если это какая-нибудь новая модель, что вы делаете? Конечно же, вы читаете инструкцию. Это тоже самое, ребят, происходит в любой компании. Вы читаете инструкцию, только инструкция называется по-другому, документация. То есть из документации вы узнаете, что и как должно работать в этом модуле логина, а потом идете по инструкции, по документации, повторяете те шаги, которые там написаны. Если написано, что вы нажимаете на кнопочку, и, например, открывается дополнительное окно, где вас просят там указать, что вы не робот, а это окно не открылось, это баг. То есть оно должно открыться в документации, оно есть, понимаете? А его не было. В этот раз сразу я нашел баг, то есть какое-то несоответствие. Соответственно, правильно вы мне написали, что сначала нужно попросить инструкцию, попросить документацию. Если вам документацию не дают, ну окей, тогда уже тестируйте как просто обычный пользователь. Что вы ожидаете? Вот как вы обычно логиньтесь, так и делайте. Ну вот все, что здесь написано, ребят, это все спрашивают на собеседованиях. То есть и технические вещи, и soft skills, и как вы работали в команде, как вы решили какие-то там конфликтные ситуации. Есть вопросы, они называются, это и шахман взят, вопрос вилка. То есть как бы ты ни походил, ты все равно проигрываешь, просто там нужно выбирать, где меньше проиграешь. Вот такие tricky questions, они называются. Вы можете получать на интервью, и я вас учу выходить красиво с выигрышем из этих вопросов. То есть вы выйдете не проиграть, вы выйдете победителем. Потому что есть выход из этих вопросов. То же самое вот, если вы сразу на вопрос про тестирование что-то реаг allergies тестировать, то человек, который вас просит что-то про тестирование, он поймёт, что вы не тестировщик. Мы в основном на YouTube смотрели и всё. Потому что те люди, которые мне сейчас написали, что нужно попросить документацию или прочитать документацию, вот это правильный ответ. Понимаете? Вы не можете что-то тестировать, не зная, как оно работает. Поэтому нужно читать документацию. Это простой такой тест, чтобы понять у рекрутера, вы тестировщик или вы придумали, что вы тестировщик и просто сделали там красивое резюме. Это очень легко все делается. Всему этому мы вас учим. Типичный день тестировщика. Раньше, когда все ходили в офис, типичный день начался в офисе. То есть встаешь, умываешься, едешь на работу. Когда-то едешь 10 минут, когда-то едешь 2-3 часа. У меня было такое, что на одной из моих первых работ у меня коммьют, ну это я ездил на работу, у меня был проект, коммьют занимал 80 часов в неделю, а работал я 40 часов в неделю. То есть у меня время в пути было в 2 раза больше, чем я работал, представляете. Ну 2,5-3 часа в одну сторону я ездил. Но это была одна из первых работ, я в принципе был согласен на такое. Там и зарплата была не суперогромная, но все равно мне было интересно пробовать, как это, что это. Одна из первых фуллтайм работы. Но потом, когда вы уже начнете работать более-менее профессионально, конечно, не стоит такое количество времени на коммьют ради. А сейчас, после пандемии, очень многие проекты ремонт. То есть вы работаете из дома. Сейчас, когда послабление прошло, многие компании делают либо гибридную схему, либо оставляют ремонт. Некоторые требуют присутствия в офисе. В офисе требуют присутствия 2 вида компаний. Это очень консервативные компании, которые просто привыкли, что у них все офисы. Ну не знаю, с чем это связано. Держать людей вот так вот. Либо второе, вы должны где-то в лаборатории работать с приборами, с какими-то. Ну там что-то тестировать о тех приборах. Ну, соответственно, вы домой не можете это взять. Либо может какой-то секретный проект. Бывают такие, которые, но они не хотят, чтобы вы там домой что-то уносили, чтобы никому не показали. Бывает такое. Вы, соответственно, в этих компаниях уже должны работать, в офис ходить. Но сейчас, по моим оценкам, где-то 70-80% это ремонт-работа. Еще процентов где-то 10-15% это, соответственно, гибридная работа. Часть вы работаете неделю из дома, часть в офис ходите. Еще, не знаю, процентов может 5-10%. Перцентаж может сильно не попал, но примерно это такое субъективное мнение. Это работа только в офисе. Например, компания Apple требует большей части, чтобы в офисе работали. Ну, какие у них требования. Соответственно, если вы работаете из дома, вы просыпаетесь, там, не знаю, чистите зубы, берете кофе, берете круассан, открываете компьютер и участвуете в митинге. Это утренний такой, так называемый, стандарт-митинг. Вы рассказываете, что вы делали вчера, чем будете заниматься сегодня, и есть ли у вас какие-нибудь припоны. Припоны еще называются showstoppers либо blockers. Соответственно, что не позволяет вам выполнить то, что вы задумали на день. А бывает такое, не знаю, там, нет устройства, которое мне нужно протестировать. Ну, там, телефон какой-нибудь мобильный, а у меня его нет. Соответственно, бывает так, что физическое устройство нужно, эмулятор не подходит. Соответственно, тебе должны прислать этот телефон. Или, например, тебе нужен доступ к какой-то базе данных, а тебе этот доступ еще не дали. Ты говоришь, ребят, мне сегодня нужно тестировать, а у меня нет доступа. Ну, и тогда сразу на совещании дается задание человеку, который должен ему предоставить доступ, и он должен это исполнить после совещания. Стандарт-митинг первый, он проходит недолго. Обычно, когда в офисе он проходит, это вообще бывают совещания на ногах, так называемые, люди даже не садятся в кресло, они становятся там в кружок, грубо говоря, рассказывают каждый буквально 30 секунд, что вот три вопроса, что ты делал вчера, что ты будешь делать сегодня, и если у тебя блокеры или шоу-стабры, это одно и то же. Все, вот по кругу прошли, пересказали, все увидели, чем ты занимаешься, ты послушал, чем другой народ занимается, и уже после этого совещания начинается работа в команде над текущими задачами. Очень много вообще времени по дню уходит на совещание, ну, по-разному в компаниях бывает, но по оценкам где-то от 30 до 50% времени вообще рабочего может уходить на совещание. Вам продолжают платить зарплату, ребят, просто вы на совещаниях, сидите, участвуете, не знаю, открываете компьютер, там продолжаете, может, своими делами параллельно заниматься, и в полуха слушаете, чем занимаются. Когда вас чего-то спрашивают, ну, вы внятно должны ответить, по всякому случаю. Лучше, конечно, участвовать, прям слушать, но когда ты уже знаешь проект, можно и в полуха слушать, потому что ты уже все знаешь, что там происходит, ты можешь как бы свою часть просто сказать и дальше продолжать своими делами заниматься. То есть вы текущие задачи решаете либо в коллективе, либо с конкретными людьми. Встречаетесь там с дизайнерами, с программистами, с девопсами и решаете те задачи, на которых вы текуще работаете. Следующая, текущие задачи, какие они бывают. Тест-кейсы. Мы пишем тест-кейсы. Не всегда прям мы пишем, иногда мы просто идем по документации, а потом что-то пишем, по-разному в командах строится. Тест-кейсы – это сценарий такой, по которому нужно что-то протестировать. То есть вам, ну, вернемся к нашему логину в email, да, вы пишете. Первое – открыть браузер. Второе – зайти на такой-то сайт. Третье – найти форму логина. Четвертое – ввести в логин там юзернейм, в поле юзернейм. Пятое – ввести в паспорт правильный паспорт. Шестое – нажать на кнопку логин. Седьмое – даже это не седьмое, это будет expected result следующее. То есть чего вы ожидаете, после того, как вы на логин нажмете. Expert result. Открывается ваш личный кабинет. Actual result остается пустым. Вы напишите actual result, он остается пустым до тех пор, пока вы не проведете руками этот тест-кейс. Вы зайдете прям, все, введете, нажмете на логин, посмотрите, а что в реальности происходит. В реальности, если вы зашли в ваш личный аккаунт, вы пишете actual result, вход выполнен успешно. Все, тест-кейс прошел. Пометили его в галочках. Супер, прошел. Если после того, как вы нажали на логин, ничего не произошло, страница висит, ничего не произошло, а вы можете еще раз нажать на логин, попробовать, это уже будет неправильно, это уже тест-кейс провалился, но все-таки попробуем, нажали на логин, ничего не происходит. Все, это баг. Вы нашли баг. То есть expected result, вы должны зайти в личный кабинет, а actual result, то, что в реальности получилось, вы никуда не заходите. Это баг. Вы оформляете баг-репорт. То есть, если тест-кейс прошел верно, все хорошо, мы его помечаем, он прошел, мы кладем его не в архив, он остается. А если он не прошел, мы делаем баг-репорт. Мы делаем мануальное, я сейчас только что описал вам мануальное тестирование. То же самое может за вас сделать программа автоматическая, но вы вот эти шаги, которые я вам сказал, должны кодом написать, а он легко пишется очень, кодом написать в программу, и она за вас уже все эти шаги сделает. Ну и покажет, прошел тест-кейс или нет. Соответственно, автоматические тесты нужно сделать ее разработку, подготовку, запуск, и потом сделать репорт. Что я вам сегодня и покажу. Вот эту разработку мы не будем делать. Подготовку, запуск и репорт мы сегодня сделаем. Я вам покажу, как это делается. Соответственно, мы работаем по мануальному и автоматическому тестированию в спринтах. Что такое спринт? Это временной отрезок. Обычно это две недели. То есть тебе на две недели, как и тебе, и другому члену твоей команды, дается какие-то задания. Одно, два, три, пять, десять заданий. Они еще называются тикеты. Тикет – это как билет, перевод. Тикеты – это делается в основном. В основном в Jira. Это программа для ведения проектов, в которой мы тоже будем работать на курсе. Вам дается задание, по которым вы идете и выполняете свои задания. Успели быстро все сделать? Супер. У вас есть свободное время, которое вы можете потратить, как хотите. Можете помочь коллеге кому-то. И все будут знать, что вы такой хороший специалист, который вы всем помогаете. И когда нужно будет повышение кому-то дать, скорее всего дадут вам, потому что понимают, что вы не играете в одни ворота. Вы помогаете коллективу, вы помогаете всему коллективу расти, всей компании. А это видно будет. Второе – понимать будет народ, что вы просто много знаете и быстро все делаете. И, по-русски говоря, на вас просто будет много спихивать работы, чтобы вы это делали. Но это хорошо. Это даст возможность понять вашему руководству, что вы можете много делать и, соответственно, скорее всего, повышение вам быстрее дадут. Вас переведут уже… Вот кто-то меня спрашивал, там, СДС или Синьор или куда. Вас просто будут переводить на следующие должности внутри компании, и вам будут платить больше денег. Потому что они понимают, что если вы такой опытный специалист, если вас не растить в компании, просто уйдете из нее. Потому что я вам сегодня покажу… По-моему, я планировал это сделать. Свой LinkedIn. Вот мне еженедельно… Вы, кстати, можете это видеть в Инстаграме, который я размещаю. Мне еженедельно скидывается, не знаю, от 10 до 20 предложений от рекрутеров. Это просто внешние рекрутеры. И вам так будут скидывать на определенный этап, когда у вас уже будет определенный опыт. То есть тебя постоянно на рынке пытаются перекупить из компаний. И компании это знают. И поэтому, если они понимают, что если ты сильный тестировочек, тебе не давать рост внутри компании, ты просто уйдешь. Потому что рекрутеры предлагают постоянно больше денег. Ну а что сидеть на меньшей деньги, когда тебе больше предлагают. Разные виды тестирования также мы делаем. Они бывают в зависимости от, скажем так, текущего положения дел. Сначала мы делаем просто функциональное тестирование. Производительность, performance, front или backend. Потом, если, например, вы нашли баг, а его исправили потом, да, этот баг. Соответственно, этот баг исправили, и вам нужно перепроверить. Перепроверить, как теперь работает исправление. Это называется регрессионное тестирование. Regression testing, так называемое. Соответственно, когда вы делаете регрессионное тестирование, вы помимо того, что проверяете, что было все исправлено, что теперь это все работает, как должно работать, Вы еще второй проверяете, такой параллельный функционал, не сломал ли что-то девелопер. Например, в индусских коллективах, в командах в индусских, это очень частая ситуация, когда одно делает, другое ломают. И то есть ты проверяешь, как бы это сделали, молодцы ребята, но что-то рядом уже сломали. И ты еще один баг-репорт делаешь, уже с другой. Тот же самым мы не делаем, новый баг-репорт открываем. В общем, постоянно-постоянная работа идет. И, соответственно, мы часть тестов делаем мануально, часто автоматически. Если вы автомейшн-тестировщик, вы пишете автомейшн-тестирование. Если вы мануальный тестировщик, вы просто пишете тест-кейсы. И потом по вашим мануальным тест-кейсам группа автомейшн или человек, который автоматизацией занимается, он уже пишет автоматическое тестирование, как по сценарию. Баг-репорты. Баг-репорты – это отчет об ошибках, по-русски говоря. То есть если что-то работает не так, как мы ожидали, мы делаем баг-репорт. Также вы будете делать код-ревью у нас на курсе, кто автомейшн будет изучать, и также вы будете это делать на работе. То есть вы будете проверять, смотреть, как выглядит и работает код других специалистов, automation-тестировщиков, потому что он не всегда работает идеально, люди тоже делают ошибки. И до того, как он запускается уже в продакшн, когда он начинает проверку, вы можете свое суждение сделать, вы можете комментарий делать, вы можете его остановить от того, что он пойдет в GitHub, если вы что-то нашли, неправильно работающие вещи. Код-ревью – это для automation постоянная будет практика. И у нас на курсе вы, наверное, треть курса будете заниматься тем, что будете постоянно делать код-ревью на код других людей, на свой код. Ну, свой труднее оценить, потому что сам его написал. А вот на других людей вы будете делать. Я буду вам показывать, как это трудно, это все делается. Соответственно, вы будете работать и с GitHub. И manual automation, но manual в меньшей части, конечно же, там код не надо писать. А automation постоянно, тот этап, где вы будете автоматизацией заниматься, у нас на курсе вы будете работать с GitHub. Теперь, ребят, часть из того, что я вам рассказал, мы сейчас будем тестировать. Я вас прошу, если вы можете сами перейти на tesla.com, переходите. Открывайте у себя браузер, переходите на tesla.com и будем вместе тестировать. Если хотите не делать тестирование, а посмотреть, как это делается, пожалуйста. Допустим, есть два вида тестировщиков. Те тестировщики, которые в компании работают, и им платит компания, например, Tesla деньги. А есть другие тестировщики, которые не работают в компании, но они могут оценивать, как работает веб-сайт. Вот мы другие, мы не работаем в компании Tesla с вами пока что. Может быть, кто-то в ближайшее время поступит в компанию Tesla после нашего курса. Но мы сейчас, как внешние тестировщики, будем оценивать. Мы сейчас сделаем такое поверхностное тестирование, небольшое функциональное, такое UX-UI, такое GUI-тестирование. Мы заходим на сайт компании Tesla. Если кто-то не зашел или хочет зайти на URL, я вам сейчас пришлю в чат. Всем отправил, просто вам нужно нажать и зайти. Вопрос номер один. Если мы зашли на сайт компании Tesla, мы должны точно знать, что мы на сайт компании Tesla, правильно? Для того, чтобы его протестировать. Как мы определяем вообще Tesla это или нет? Или может быть, это какой-то другой веб-сайт с похожим веб-адресом? Нам нужно, ну, конечно же, нам лучше прочитать документацию, где будет написано, что там должно быть. Но нет у нас документации. Бывают такие проекты и на ранней стадии, и стартапы, где людям все очень быстро надо делать, и документация либо очень минимальная, либо вообще может ее не быть. Нам просто дизайнер объяснил, как это все работает, и все. И оно пошло уже в девелопинг разработки. Представьте, что мы на таком стартапе. Tesla когда-то тоже была стартапом. Мы заходим на сайт компании Tesla. Нам нужно в первую очередь оценить, что мы на верном сайте. Ну, по сути того, что я вижу здесь название Tesla, я вижу модель 3, и здесь написано вот модели всякие. И я, в принципе, понимаю, что, наверное, это сайт компании Tesla. Мы дальше можем, конечно, это посмотреть. Но, по сути, я уже там на 99% уверен, что оно нужно на сайте. Теперь давайте, ребята, еще раз скажу, мы не профессиональные тестировщики на сайте компании Tesla. Мы как бы как кастомеры работаем. Что мы ожидаем от сайта? Мы ожидаем, чтобы, по крайней мере, все было видно. Потому что мы отловили вот здесь на сайте два функциональных бага, очень критичных на самом деле. Они плавающие. Флэки-тест такие называются, рэндомные баги. Иногда вот эти картинки все не видны. То есть вот эти названия видны, менюшки там все, а картинок нет, представляете? Еще один есть баг, когда ты заказываешь автомобиль, нету кнопки оплатить картой, ну там предоплату сделать, представляете? Реально вот на настоящем сайте. Если повезет, мы сегодня этот баг увидим. Если не повезет, ну значит все сработает. Это в автомешный тест. В первую очередь смотрим, чтобы все выглядело нормально. Это такое визуальное тестирование, оно не функциональное. Но, на мой взгляд, как бы более-менее нормально выглядит. Все вот в рядок ставят красивые названия. Тут все прописано хорошо. Где-то есть ссылки. То есть видите, когда появляется такой палец, это ссылка. То есть туда мы можем перейти. Если я нажму, я ожидаю, что перейду, например, вот здесь на страницу Model X. Вот здесь на страницу Model 3 и так далее. Я могу прям до конца пролистать, посмотреть, но я не буду. Ну, допустим, я хочу посмотреть Model 3. Вот такой, да? Здесь Model 3. Кстати, ребят, здесь знаете, какой баг есть? Я сейчас видео свое уберу и покажу вам баг. Смотрите. Мы сейчас на американском сайте tesla.com. Видите? tesla.com. URL правильно или все нормально? Вот здесь у нас есть Model S, Model 3, Model X, Model Y, потом солнечные панели и солнечная крыша и солнечные панели. Но если я перейду вот здесь на сайт, вот здесь, видите, United States, а я перейду здесь на сайт, например, канадский, но тоже английский, канадский, вот English. Видите? Увидели отличие? Кто понял отличие? Кто увидел отличие? Напишите мне в чат, кто-то увидел отличие или нет? Так, ну чат пока молчит. Окей. Разные продукты. Solar Roof. Да, ребят, конечно же, Cybertruck, отлично. Михаил, вы, Сергей, очень правильное наблюдение. Конечно же, Model S, Model 3, Model X, Model Y, это есть там модели в компании Tesla, но, конечно же, у них еще кибертрак будет выпускаться сейчас уже в скором времени. На американском сайте нет кибертрака, представляете? На все, я проверял, вот реально, я по всем другим там ходил, вот городам, не городам, странам, везде есть, вот Мексика, вот Эспаньоль, да? Вот, кибертрак есть, вот в Мексике, пожалуйста, можно заказать, в Америке нельзя. То есть вот в United States идем, кибертрака нету. То есть одна из самых передовых моделей, которая предполагается, что она будет в ближайшее время выпускаться, ее просто нету. Но знаете что, она есть вот здесь. Где он? Вот, вот здесь есть. Но для того, чтобы ее найти, нужно знать, что ты должен в меню перейти, там еще куда-то. То есть, по сути дела, это, на мой взгляд, довольно серьезный баг. Это не идентичность меню называется на общем сайте. То есть принято, что менюшка, вот эта верхняя, она везде будет одинаковая. Какой-то бы ты там в страну не зашел, если эта модель там предлагается в этой стране, тут должны быть модели. Ну, компания Tesla думает, наверное, на что-то по-другому. Ну, то есть мы уже такой небольшой баг нашли. Теперь давайте перейдем на сайт, не на сайт, на страничку Model 3. Если я нажимаю на Model 3, чего я ожидаю? Я должен перейти на страничку Model 3. Если мой ожидаемый результат совпадает с фактическим, который я сейчас получил, значит бага нет. Тут бага нет. Model 3, вот, пожалуйста, мы на странице Model 3. Дальше смотрим, чтобы все выглядело нормально. Вроде нормально выглядит, да. Мы можем протестировать вот здесь еще такие кнопочки. Если я нажимаю вот сюда на кнопочку... А, кстати, ребят, я вам сейчас покажу еще один баг. Смотрите, сейчас посмотрим еще, покажу баг. Кстати, знаете, в чем баг? Сейчас покажу. Если я вот так страничку оставляю, видите, что происходит? Вы можете сами попробовать. То есть у меня сайт не позволяет мне самому сделать выбор. Я не могу страницу ставить вот на этом режиме, на половинчатом. Он сам перепрыгивает. На мой взгляд, это не очень верно. То есть, ну, а если я хочу вот так оставить? Сайт сам решает. Это как продукты компании Apple, они за вас много решают, да. Перепрыгивает, конечно. И вот это перепрыгивание, это не всегда верно происходит. В зависимости от размера экрана вашего компьютера, перепрыгивание может не очень верно происходить. Это еще один баг, который мы нашли. Дальше. Вот эти кнопочки, давайте проверим, как они работают. Performance. Ну, про орфографию я уже молчу. Вы понимаете, что всю орфографию на сайте, естественно, нужно проверять. И вот, например, Model 3, они должны быть не слитно написаны, или с большой буквы должны быть написаны. Все это вы проверяете. Это localization testing называется. Сейчас мы такой уже функциональный testing гигант. Вот safety проверяем. Performance. Окей. Но иногда тут бывает такой GUI баг, когда не видно вот этих вот названий. Сейчас проверим. Они, по-моему, его сейчас исправили. Раньше был баг. Еще с прошлой группой мы проверяли. У нас, по-моему, на сайте он висит, это видео. Когда вот здесь мы переходили, например, сюда на какой-то сайт, на сайт, на слайд. Вот эти вот названия были не очень видны. Сейчас, по-моему, вот сейчас не очень видно. Вот смотрите, видите? Вот. Вот как можно прочитать это название? Ну, практически никак. На мой взгляд, это баг. Не супер такой крутой, но все равно это баг. Вот это название нечитаемое сейчас, которое я сейчас вижу. А Model... Да, кстати, вот одна из участниц мне пишет, да, что на Model Y вот этого нету менюшки. Представляете? Вы можете зайти на Model Y, там вот этого менюшки не будет. Это еще один баг. Автопилот идем. Так, окей. Интерьер. Вот, видите, как бы не очень хорошо видно вот здесь. Спецификации и Order. Окей, зашли до Order. Теперь попробуем заказать Model Y. Кликаем. Я ожидаю, что сейчас пройдет на страничку Order. Вы на странице Order? Ну, вроде на странице Order. Сейчас видео свое уберу, посмотрим. Ну да, Model 3 можно заказать. Давайте проверим, как работает функционал. Вот кнопочек, да. Savings. Purchase price. Окей. Model 3. Значит, обычная стоит вот столько денег. Вот это подороже. Ну и выглядит по-другому, видите? Вот это еще дороже. Самая крутая какая-то модель. Окей. Идем дальше. А вот кто-то еще пишет. Нашла баг, когда смотришь на планшете сайт. Меню машин вверху нет. Это, кстати, не баг вы нашли. Это фичер называется. Это мобильное меню. Там на мобильных устройствах сайт может выглядеть по-другому. Это не баг, это по-другому. Дальше, ребят, видите кнопочка? Вот как вы думаете, она должна нажиматься или нет? Я думаю, что должна. Потому что ну как? Ну вот же клик, ну куда-то вниз показывает. Я на нее нажимаю, она не работает. Ну на самом деле это не совсем баг, но на мой взгляд это не совсем интуитивный интерфейс. Graphical User Interface. Когда человеку говорят, вот, типа нажми сюда, а оно не нажимается. Оказывается, просто промотать можно, да? Ну окей. Вот здесь еще есть, смотрите, какая-то ссылка. Если есть палец, значит мы можем попробовать нажать. Если я нажимаю, я ожидаю, что что-то откроется. Открываться должно то, что написано вот здесь. Например, clinical price. Финансовые опции. Работает, 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 все хорошо. Дальше. Если я вот сюда навожу, должна появляться вот эта кнопочка. Иначе я не смогу никак промотать, правильно? Нажимаю на кнопку. Работает. Еще раз на кнопку нажимаю, работает. Когда мы дошли до последнего слайда, кнопка вот здесь не должна появляться. Потому что ну как бы нет ее. Но с другой стороны, видите, еще один баг здесь. Вот к чему вот этот палец сейчас? Ни к чему. Тут нет ни кнопок, ничего. Вот этот палец ни к чему. Тут должен быть просто курсор. А тут палец. То есть я ожидаю, что здесь какая-то ссылка есть. А ее на самом деле нет. Зато есть вот здесь. Мы ее тоже должны проверить. Видите? Но здесь тоже опять какая-то ссылка, которой как бы нет. То есть уже мелких багов мы много нашли с вами. Можно закрыть, попробовать. Если сработает, то хорошо. Сработало. Окей. Фичер. Это уже другое. Там какие-то дополнительные преимущества модели описываются. Тоже давайте проверим до конца, пойдем. Назад проверим. Вперед проверим. Работает. Закроем окно. Работает. Хорошо. Ну вот вы мне продолжаете все эти баги писать еще на сайте. Молодцы, ребят. Вы находите эти баги, которые, допустим, я даже не заметил. Вот для этого нужно много тестировщиков, потому что кто-то один может найти, там, баг какой-то, а кто-то другой его может не заметить. Дальше мы должны промотать и, по сути дела, проверить все вот эти вот функции. Видите? Колеса какие вот тут есть тоже, чтобы это все работало и вот закрывалось. Дальше краску можно проверить разную. Чтобы, если вы нажимаете красный, красная должна быть теста, а не синяя, да? Черная – черная. То есть соответствие результатов. Это вот мы делаем такой позитивный functional тест. Мы делаем правильно все и ожидаем, что, нажимая на белый цвет, появляется белый цвет. Ну вот про это я молчу, да? Вот эти вещи тоже проверять. То есть все, что вы видите на экране, вы должны проверять. Какие-то кнопочки, оно должно работать. А интерьер, соответственно, разный интерьер. Фичерс тут, ну я не буду сейчас долго задерживать. Фичерс можно проверить. Пролистать там тоже. Ну сейчас закроем. И так до конца. Селф-драйвинг попробовать добавить. И вот здесь continue to payment. То есть если меня все устраивает, я нажимаю продолжить на платеж. Вот здесь, когда открывается новый экран, continue to payment, я должен ожидать, что вот здесь мне предлагается уже оплата автомобиля, который меня устраивает. Соответственно, я должен проверить вот здесь все, что я выбрал. И вот здесь какой-то там show details. Давайте посмотрим. Должно работать. Правильно? Вот работает. Хорошо. Дальше минус. Должно закрывать. Закрывает? Закрывает. Круто. Lease. Окей, понятно. Lease работает. Loan. Также работает. Cash. Работает. Пролистываем ниже. И когда мы будем сейчас делать автомейшн-тестинг, я обращаю ваше внимание, ребят, до нашего час-класса я пробовал проводить тестинг. Он рандомный. Иногда бывает, иногда нет. Иногда вот этой кнопки нет. То есть, внимательно просто смотрите на автомейшн-тестинг, когда экран будет меняться. Это не видеозапись. Это реально. Сейчас реально браузер откроется, сам буду программу проверять. Вот этой кнопки может не быть. Представляете? Вот ну как, ты не можешь заказать автомобиль. Сейчас она едет. Ну вот, не всегда она бывает. Выбираем. И здесь можно заполнить вот эти вот поля. И дальше cart и сделать order. То есть, по сути дела, мы прошли до процесса чекаута, до покупки машины. Еще раз говорю, вы проверяете все, ребят. Вы проверяете, ну должны проверять весь функционал, весь вид программы, чтобы она красиво выглядела. Например, там отступы вот здесь вот одинаковые были, везде все красиво было. Ну и плюс еще орфографию, естественно. Везде все должно сделано быть без ошибок. Либо вы это проверяете глазами и руками. Это мануальное тестирование. Либо за вас это делает программа. Это можно заложить в функционал, чтобы она и орфографию тоже проверяла. Вот это все делает программа. То есть, мы сделали такое тестирование, и вроде как бы сайт работает. Не perfect, но вроде работает. То есть, мы не нашли блокеров, скажем так, критичных багов, которые не позволяют нам выбрать и купить машину. Вроде все более-менее нормально работает. Это позволяет говорить о том, что продукт более-менее нормально сделан. Не совершенно, но более-менее нормально. Good enough for release, как говорится. Более-менее мы сделали с вами тесты. Все видно, все отцентровано более-менее, все работает. Все, закрываем. Теперь поговорим об автоматическом тестировании и как оно работает. Потому что с помощью автоматического тестирования мы заменяем наш ручной труд работой программой. Программа работает быстрее, она работает без ошибок. И программа, она не устает, не идет в отпуск. То есть, программа более такая автоматизированная. Но программа может тоже делать ошибки, потому что вы пишете, наполняете эту программу логикой. Если вы сделали в логике ошибку, соответственно, и программа повторит вашу логику. Она тоже может сделать ошибку. Меня вот спрашивает один студент, всегда ли мы проверяем весь сайт или развивается на блоге. Нет, ребят, работа гораздо проще, чем вы думаете. Конечно же, весь веб-сайт вы сразу не будете проверять. Вам будут давать какие-то блоки. Например, проверить меню или проверить только одну машину, или проверить какой-то функционал чего-то. Потом уже, в принципе, вообще, конечно же, все должно работать. Но это обычно все автоматизировано. Ну, предпочитают компании это автоматизировать. То есть, часть делать и мануально, а часть уже идет на automation. Весь сайт, конечно же, должен работать, но редко, когда вам сразу дают проверить весь веб-сайт. Это много времени, и обычно этим не один человек занимается. Уберу видео, чтобы вы видели, что тут написано. Языки программирования начинаем со стола. Мы действительно начинаем со стола. То есть, когда вы идете в первый класс школы, вы учите буквы, например. Например, букварь открываете и учите буквы. Потом из букв составляете слова. Потом из слов составляете предложения. Ну и так далее. Пишите там диктанты, сочинения. Здесь примерно то же самое. Мы учим основы, а потом основы уже начинаем развивать. И когда вы уже понимаете, как работает код, вы можете в нем ориентироваться, читать код. Вы из него начинаете делать автоматические тесты на основе тех скриптов, которые мы вам даем. То есть, там нет, что я говорю. Так, ну-ка, быстро все взяли и сделали программу. Нет, такого нет. То есть, мы берем уже готовые скрипты, мы их разбираем построчно. И потом, когда вы понимаете, как каждая строчка кода работает, вы уже можете свой скрипт написать на основе того, что вы уже знаете. Так это все легко работает. Какие языки мы учим, ребят? Мы учим Python, JavaScript, SQL. Это основные языки. Конечно, есть еще там XPAT, например, который тоже является языком программирования, ну, таким очень примитивным. Мы его тоже учим. В основном учим Python, JavaScript, SQL. Python мы делаем, учим для автоматического тестирования на фронт-энде. В Serenium Web Driver есть такая программа. Это как робот, который позволяет повторить все действия человека. То есть, все, что я сейчас делаю руками и глазами смотрел, за меня это может делать программа. Она может определять, есть ли там картинка на экране, она может определять, есть ли название какое-то, она может кликать на все кнопочки, заполнять поля, представляете? Это все довольно быстро делается. JavaScript – это тоже язык программирования. Python, кстати, один из самых легких языков программирования. Есть еще подобный ему, но Python один из самых легких, поэтому мы начинаем с него. Раньше, я говорил, лет 5-10 назад, очень Java было востребовано. Сейчас на первом месте Python вообще в мире, потому что много проектов сейчас развивается онлайн, и им нужны срочно и программисты, и тестировщики, которые умеют автоматизировать. А самый легкий язык программирования, которым быстрее всего можно научиться, это Python. Поэтому сейчас первый язык вообще, номер один – это Python. Потом уже идет JavaScript, а потом уже все остальное. То есть самые первые основные языки, самые популярные, мы их и учим. JavaScript, кстати, не сильно отличается от Python. По логике практически вообще не отличается. По синтаксису отличается немного. Где-то может быть чуть больше скобочек, точек с запятой. Поэтому я вам сегодня покажу примеры, когда вы посмотрите. Примеры синтаксиса, как я сказал, вам покажу. Примеры использования мы сейчас посмотрим. Я вам покажу, что будет делать программа с точки зрения тест-кейса, а потом этот тест-кейс мы запустим на автоматизацию. Минута вдохновения, особенно для девчат. Я смотрю у нас, сколько девчат на уроке. Ну, слушайте, где-то половина, наверное, всех, кого я вижу, это девчонки. Вообще сейчас есть такая тенденция, она называется, женщины, даже не в тестировании, а в технологичной сфере. Women in tech. И сейчас есть даже задача, особенно в крупных компаниях, набирать девчат в коллективы. Почему это сделано? Для diversity. То есть diversity – это разнообразие. В проекте должно быть разнообразие, потому что девчата, они как бы работают по-другому, не так, как парни. Вы более скрупулезно работаете, более внимательно. Вы можете увидеть то, что не увидел парень. Вы можете оценить продукт с точки зрения того, что в нем будет работать с этим продуктом девушка. Если это, например, какой-то, не знаю, фитнес-продукт или финансовый, или еще что-то. Парень, может быть, не подумает так, а девушка подумает. Поэтому вот такое разнообразие дает много взглядов таких со стороны, которые, допустим, тот коллектив, где одни парни, не увидел бы, пропустил этот баг, а девчонка оценила. Поэтому вот девчата сейчас очень сильно набирают, и у вас есть возможность прям развиваться очень стремительными темпами, потому что многие сейчас даже менеджеры проектов ставят девчат, потому что, ну, я говорю, как-то вот вы более скрупулезно работаете. Минута вдохновения. Первым программистом считается девушка. Она была дочкой Лорда Байрона. Был такой, да, вот писатель. Ее звали Ада. Ада Лавр. Она написала, считается, что написала первую программу для программирования. Звала ее Ада. В 1843 году. Я вам покажу сейчас англоязычный сайт. Он вот так выглядит. Вот она, эта девушка. Но мы сейчас пойдем на русскоязычный сайт. Ну, уже с переводом, чтобы вы могли читать. Вот. Вот эта девушка. Она, кстати, не очень долго прожила, но я не знаю, с чем это связано. Может быть, в то время, когда она жила, не сильно долго живет. Но, тем не менее. Лорд Байрон был ее отцом. И довольно рано от них ушел. И ее мама, для того, чтобы, как говорится, дочь не пошла по неправильному пути, начала ее учить математике. И из-за этого у нее такой склад ума был, который позволял ей очень хорошо разбираться в математике. Соответственно, видите, принцесса параллелограммов она была. Соответственно, она с четырех лет обучалась математике. И это было необычно для XIX века. Обычно, ну, я не знаю, чем в XIX веке девчонки обучались, но для XIX века это необычно. В 12 лет она придумала летательный аппарат. И летательный аппарат, он был, видите, рассчитан в виде такой вот формулы. То есть, как, что, где, что делается. Был еще такой Чарлз Бэббич. И он тоже был математиком. И он написал, скажем так, алгоритм, такую программу математическую, которую Ада усовершенствовала. То есть, она взяла и написала заметку в статье, вот заметка, которая была в три раза длиннее исходной статьи вот этого Чарлз Бэббича. И, в принципе, вот эта статья у нас усовершенствовала. Эта статья описывала именно действия вот этой математической программы, вычислительной машины. Математическая вычислительная машина. И считается, что вот эта описательная часть, она и была первой компьютерной программой. Вот то, что она описала, более 100 лет было невостребовано, потому что люди просто не могли понять вообще, о чем она пишет. Но потом, видите, она была провидцем. Потом, через 100 лет, когда уже появились компьютеры, люди оценили, что действительно сделала Ада. Она сделала крутую вещь. Она описала именно алгоритм работы компьютерной программы. Кстати, алгоритмы мы тоже учим на нашем курсе Automation. Соответственно, она предположила, как может работать компьютерная программа и описала это. И через 100 лет это все начало работать. Ну, ее аналитический склад УМА математически немножко на ту дорогу ее завела. Она была заядлым игроком. Она играла на скачках. И проиграла один раз в 3200 фунтов. Там большие деньги на то время. Дальше там ее личная жизнь была, да. И ее вклад в вычислительную технику, да, он был невостребован. Видите, то, что я сказал. Требовалось почти столетия, чтобы понять вообще, о чем она писала. То есть современники не понимали там, о чем она пишет, что она имеет в виду. В 1953 году, да, вот был такой вот симпозиум по вычислительным машинам. И там вот в конце концов разобрались, в чем она, в чем, что она писала. В 50-х годах у нее появились новые последователи. И в 1979 году военно-морские силы США сделали новый язык программирования, который в военных целях, кстати, до сих пор используется. И назвали его Ада в честь вот этой девушки. Причем вот этот язык программирования, он до сих пор востребован. То есть если вот здесь мы перейдем на сайт этого языка, у них прямо есть свой собственный сайт, видите? Он востребован. У них есть свой репозиторий на GitHub. Если я его сейчас найду, я вам его покажу. И он живой репозиторий. Там идет contributions. Вот репозиторий, да? Сейчас посмотрим, последние два часа назад, например, апдейт был, видите? И вот тут показывается история этого репозитория. То есть тут постоянно идет разработка какая-то. Вот два часа назад, вот два часа назад, вот восемь часов назад. То есть такой живой язык. То есть то, что придумала девушка более ста лет назад, Ада, сегодня не только востребовано и считается первым языком программирования, это было сделано вот именно девушкой. Поэтому, девчат, минута вдохновения, я надеюсь, для вас прошла хорошо. Парни, не отстаем, да? Мы тоже много всего умеем. Но девчата, чтобы вы не думали, что вы можете заниматься только готовкой или чем-то, там, кем, знаю, танцами, не знаю, там, еще чем-то, бухгалтерией. Нет, девчонки в технике очень-очень талантливые. Просто существует такой стереотип, который говорит, что техника только для парней. Нет, ни в коем случае. Технические вещи, они очень-очень востребованы с точки зрения именно как их делают девчата. И поэтому сейчас, я еще раз скажу, есть прямо такая потребность принимать в компании именно девчат в IT. Дальше, тест-кейсы. Смотрите, здесь описано два тест-кейса. Ну, это как бы маленькие тест-кейсы, на самом деле их можно больше сделать. По которому работает вот программа, которую мы сейчас запустим в автоматическом тестировании. Соответственно, что она делает программа? Вот эта программа, она работает на фронт-энд тестирования, работает с браузером, с хромом браузером. Она запускает веб-сайт Tesla, удостоверяется, что на нужном сайте, проверяет менюшку, что картинки видны, проверяет функциональность меню, орфографию, функциональность заказа. Тут написано еще Tesla Y, но так как Tesla Y сейчас имеет баг, мы не стали его проверять. Мы сейчас делали на Tesla 3. И закрывается страница браузера, и вводится отчет о тесте. То же самое мы сделаем на API. Но единственное, мы сделаем на API немножко другое. Мы не Tesla там делаем, мы другой сайт делаем. Там, по-моему, магазин домашних животных мы делаем. Ну, как Petco, PetStore, что-то подобное. И вот это все, и вот это, и это автоматическая программа делает. То есть это не руками делается. С помощью рук вот это все, что я вам показал, бы заняло несколько рабочих дней проверка. И не факт, что там где-нибудь тестировщик не ошибся бы, где-то что-то не забыл, программа не ошибается. Все, что вы написали в программу, она сделает за вас до точечки, до буковки. Главное, чтобы вы правильно заложили туда логику. Окей? Сейчас я вам расшариваю экран, ребят, общий. И мы посмотрим, как работает. Первое, что я запущу скрипт на наш Tesla 3. Он откроет браузер, и браузер сам будет работать. Чтобы вы видели, что это не руками делаю, я вот так вот сделаю, и буду просто сидеть с вами рядом смотреть. И это настоящий, кстати, браузер. Видите, вот здесь написано, что Chrome контролирует с автоматическим тест-совтвером. Вот все, что сейчас будет нажиматься, все-все, это за меня делает программа Selenium, Selenium WebDriver. На нее написан код, и вот этот код сейчас вот это все сам делает. То есть он все проверяет функциональность. Если, кстати, тут два варианта. Либо тест проходит, либо тест не проходит. Если тест проходит, значит, та логика, которая заложена была в тест, она вся соблюдена, и все, что мы ожидаем от сайта, все good, все есть. Если тест не проходит, это тоже хорошо. Значит, там есть какой-то баг. У нас два есть варианта. Либо мы сразу знаем, в чем баг. Мы делаем баг-репорт. Либо второй вариант. Мы разбираемся, в чем баг. И, как я вам сказал, допустим, нету кнопки заказа. Ну, вот сейчас вот мы смотрим, как проходит тест. Вот видите, кстати, вот этот курсор не меняется. Вот он, видите? Вот он здесь стоит. То есть программа как бы, ну, сама кликает туда. Кстати, эти тесты можно запускать параллельно. Сейчас один тест проходит, а вот этих тестов можно, не знаю, там 100 сделать и запустить их параллельно. То есть они одновременно запустятся. Есть еще вариант запустить их без браузера. То есть браузер на окно не откроется. Но они все проверятся в браузере. Представляете? А можно еще запустить на облаке в разных операционных системах. И более того, все, что я вам сейчас рассказал, это все вы будете уметь делать на нашем курсе Automation. То есть вы можете запускать параллельно, вы можете запускать в разных браузерах, вы можете запускать на облаке в разных операционных системах. Это все проходит без вас. Ваша задача просто написать тест-скрипт. Вы его умеете будете писать. И дальше вот сидишь, пьешь чай, водичку и ждешь, пока твой тест проходит. Сейчас, видите, мы перешли на страницу уже заказа. И в заказе сейчас эта вот менюшка откроется. Вот Show Details вы увидите. Видите, вот она открылась. Сейчас закроется. Потом мы перейдем ниже. Видите, нет кнопки заказа. Видели? Вот этой кнопочки заказа нет. И вот поэтому я обратил внимание ваше. И, соответственно, этот тест не пройдет. Вот он, видите, зафейлился. Вот здесь, фейл. Естественно, он не прошел, потому что там должна быть кнопка, и после того, как нажимается на кнопку, там идет заполнение данных человека. Там имейла, кредитная карта не заполняется, специально этого не делал. Но сейчас мы можем запустить, кстати, этот отчет. Отчет о тесте, чтобы посмотреть, что там произошло. Вот это отчет. Ну, кстати, разные другие у меня тесты тоже были, но в данном случае мы проводили Tesla 3, вот этот, да, и он не прошел. То есть, если бы он прошел, он был бы вот так зелененьким. Если он не прошел, он вот так выглядит. Соответственно, вот здесь у меня есть этот тестик. Тут написано, там, можно разбираться, почему не прошел. Можно посмотреть. Видите, вот несколько раз он проходил. Это плавающий баг. Когда-то он бывает, когда-то нет. Вот эта кнопочка заказа Tesla. Несколько раз, видите, вот я проверял, в другое время, все нормально проходил тест. Сейчас, в данный момент, этой кнопки нет. Надо, кстати, будет зарепортить в Tesla, отправить этот баг, потому что он то бывает, то не бывает. Соответственно, у нас тут есть графика по этим тестам, у нас есть таймлайн, там, пакетжи и прочие вещи, которые мы можем посмотреть. А также этот интерфейс мы можем посмотреть на любом другом языке. Допустим, вы работаете с немецкой командой. Вот вы показываете все по-немецки, да? И вот они читают по-немецки. Если вы работаете с русскоязычной командой, вот, пожалуйста, показывайте по-русски всем этим тестам, и там, как они работают. Так, сейчас мы закроем эту сессию, потому что тут сервер сам запускается, мне нужно будет его закрыть. И следующий тест, который мы проведем, вот этот вот в Postman, это программа для тестирования API. Тут немножко другое, тут отчет будет, не отчет, а тут тест будет по магазинам домашних животных. Он выглядит по-другому немножко. Он выглядит вот так. То есть я уже проводил, я сейчас видео свое уберу, чтобы вы видели полностью экран, да? Мы можем, видите, 62 теста прошло, ноль за фейдлайс. Мы можем еще раз его запустить. Run again. Сейчас посмотрим, как он сейчас пойдет. Каждый из вот этих PS, 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 это был отдельный тест, видите? Все вот это вот отдельные тесты. То есть на проведение 62 тестов мне понадобилось, я не знаю, сколько вы считали, вот 330 миллисекунд на один тест ушло. Еще там 73 миллисекунды. Ну, то есть там 3 секунды, 62 теста сделали. Если бы вы делали это руками, ну, наверное, потребовался полный рабочий день. Как бы, может быть, ну, не сам полный, часа 3-4 может потребоваться, а может и полный рабочий день, несмотря на ваши таланты, как бы это сделано. Автоматическая программа делает это за 3 секунды. Вот для этого нужно автомейшн, чтобы вы руками это не делали, чтобы за вас это делала автоматическая программа. Все, что я вам показал, ребят, вы будете уметь делать. Часть вы будете уметь делать на курсе manual, а все вы будете уметь делать на курсе автомейшн. Александр, я бы с вами согласился. Александр пишет, может, это специальная защита от роботов. Александр, я бы с вами согласился, если бы у меня эти тесты не проходили ранее. То есть они когда-то проходят, когда-то нет, понимаете? То есть даже если это защита, она работает у них несовершенно. Но это не защита, потому что там есть кнопка, она появляется. Окей, идем дальше. Кстати, ребят, на уроках, когда вы будете у нас учиться, мы всегда делаем перерыв. То есть на курсе automation у нас уроки идут по два часа, каждый урок, ну минимум по два часа. Иногда мы больше работаем, там бывает и два с половиной, и три часа. Мы делаем перерыв каждый час, чтобы мозг отдыхал. Сейчас мы не делаем перерыв, потому что это вводные уроки. Я предполагаю, что вы пришли посмотреть, решить. Поэтому быстро пройдем по презентации, потому что нужно. И уже я вас отпущу отдыхать, думать. А перерывы уже будем делать на основном курсе. Значит, смотрите, вот это языки программирования. Это синтакс из языков программирования. Это Python, это JavaScript, это Java. Одинаковый код. То есть вот этот код вот так выглядит на Python, вот так выглядит на JavaScript, вот так выглядит на Java. Абсолютно одинаковый код. Вот, наверное, вы сейчас уже понимаете, да, почему мы не учим Java, почему мы учим Python. Потому что, во-первых, кода меньше, во-вторых, он проще пишется. И проще понимается. Абсолютно одинаковый код, который мы сейчас с вами попробуем написать. Вот этот код. Это очень интервированный код, но мы с вами попробуем написать. Я вам сейчас дам ссылку, вот эту ссылочку. А мы первый наш код попробуем написать на языке Python. И вы посмотрите, что на самом деле это все легко пишется. Если хотите, можете со мной писать. Если хотите, просто можете смотреть. Я вам сейчас дам вот эту ссылку в чат. Переходите по ней. И открывается у вас редактор кода. То есть, ну, код нельзя просто взять там и написать на бумажке. Ну, хотя можно, но он не запустится, да. Вам нужен редактор кода. Соответственно, перейдя в этот редактор кода, вы увидите, как он выглядит и что там написать. А в этом редакторе кода будет уже, наверное, какой-то код. То есть, я вот сейчас открываю. Я вижу, что вот этот код есть там. Скажите, ребят, если у вас есть вот этот код, поставьте мне плюсики в чат. Вот кто со мной работает? Есть этот код. Окей. Тогда я вам не даю, просто я вам сейчас буду объяснять, как он работает, да. И вы можете его менять и, соответственно, тоже с ним работать. Хорошо? Окей. Я сейчас его скопирую. Я пойду в свой редактор кода. Он такой же, просто я вам не хочу здесь мешать. Я в точно таком же своем редакторе кода буду параллельно с вами работать. Тут функция написана там. Нам она сейчас не нужна. Окей. Смотрите, я могу вообще вот так вот все удалить. Вы можете этого не делать. Вы можете оставить, как есть. Тут будет, значит... О, кстати, тут еще один баг есть, ребят. То есть, видите, вот эта вот нижняя часть, она не закрывается. Вот пытаюсь ее кликнуть, видите, она не закрывается. Это баг, который не позволяет видеть нижнюю часть экрана хорошо. Ну вот мы, видите, постоянно находишь баги. Во всех программах и сайтах есть баги. Просто где-то они сразу видны, а где-то их надо искать. А если я оставлю только верхнюю строчку, это я поздороваюсь с миром, с миром, с помощью кода. Я сделаю такую программу, не программу, я сделаю стендинг, заявление. Я сделаю... Попрошу программу отпечатать, отпринтовать на экране что-то, что я вот здесь поставлю в скобки и в кавычки. Обязательно здесь в скобках... Я сейчас уберу. Здесь в скобках. Мы можем поставить любую фразу. Она может состоять из одной точки, из одной цифры, из одной буквы. Может быть, предложение. Но это обязательно должно быть в кавычках. Одинарные или двойные кавычки, неважно. Это называется стринг, тип данных стринг. Но, тем не менее, просто это пока что фраза. Эта фраза будет отпечатана вот здесь на нижнем экране, если я запущу этот код с помощью вот этой зеленой кнопочки. Наверное, видите, hello world. То есть со мной код поздоровался. Я сказал коду, отпринтуй мне, пожалуйста, вот эту фразу. Так работает язык Python. Так он, скажем так, повинуется моих командам. Я сделал команду print и написал здесь там hello world. Теперь вы можете заменить word на свое имя. Я ее меняю на свое имя. Сергей. Вы можете на свое имя поменять. И проверьте, как у вас теперь это будет работать. Запустите теперь вот здесь зеленая кнопка. Это код. Смотрите. Print hello, Сергей. То есть здесь отринтовалось внизу. Это как экран компьютера, считайте. Такая консоль называется. Здесь отринтовалось. Привет, Сергей. То есть код мне подчиняется. Я говорю ему, что делать, и он мне подчиняется. Теперь вы знаете, что команда print отпечатывает чего-то в консоли. Ну, это такое на экране, может, как экран компьютера отпечатывает. Что бы вы здесь не поставили, это будет отпечатано. Вы можете просто hello называть. Можете hello, Сергей. Вы можете дальше написать how are you, например. Там что-то такое. Но главное, чтобы вот здесь стояли кавычки по краям. Чтобы это законченное такое было предложение. Дальше запускаете. Привет, Сергей. Как дела? Ну и так далее. То есть вы говорите коду, что делать. Идем дальше. Дальше у меня здесь идет пропуск на второй строчке. На третьей строчке, кстати, ребят, код читается построчно. То есть если вы хотите мне, например, на уроке или там сказать, что я там что-то сделал, там где-то там-то, вы просто говорите на какой строчке. Скажите, Сергей, у меня в строчке номер 3 там что-то. Я пойму, что мне нужно вот сюда посмотреть, на строчку номер 3. Строчка номер 2 пропускается просто для красоты. Чтобы отделить вот этот код от вот этого блока кода. Его можно не пропускать, можно ее убрать. Вот так сделать. Ну видите, какая мишанина получается каша. Если мы пропускаем, ничего не происходит. То есть код не замечает, что здесь пропуск. Дальше у нас опять есть такая команда print. Стоит на заявление print. То есть вы уже понимаете, что если строчка... А, кстати, ребят, еще не сказал. Код исполняется построчно. С первой строчки до последней. То есть сначала становится вот этот print, вот эта команда. Потом исполняется вот этот 3. Потом на четвертой строчке. Ну и так далее. Далее, далее, далее идет. Следующая строчка 3. Тоже что-то принтует. Что она принтует? Пример номер 1. И если я запущу вот этот код... Видите, вот уже написано там hello world. Пример номер 1. Пример номер 1. Это потому, что вот эта строчка была номер 3. А вот здесь строчка номер 4, она не отпечатывается до тех пор, пока мы не применяем вот этот name. Я сейчас объясню, что это такое. В строчке номер 5. И вот здесь уже получается, когда строчка номер 5 нам отпринтовывается, здесь написано привет, привет и какой-то name. А name равно Сергею. Поэтому здесь написано, что привет, Сергей. Как это работает? Вот этот name в четвертой строчке, это переменная. Это так называемая variable переменная. Что такое переменная? Это зарезервированная ячейка памяти в компьютере. То есть вы резервируете маленькую, маленькую, не маленькую, просто ячейку памяти в компьютере. И говорите, что вот этот зарезервированный кусочек в компьютере, в памяти, ну, в данном случае не в компьютере, там, вот здесь вот в этой программе, он будет называться, вы даете ему название name. Его можно назвать по-другому. Вы можете назвать ее name. Можете назвать просто n, например, вот так, да. Можете назвать там n1. Есть правило названия переменных. Поэтому мы будем учиться уже на курсе. Но в данном случае мы просто назвали name, потому что переменные, их принято называть в принципе то, к чему они будут относиться. То есть если мы хотим просто заложить в эту переменную, заложить в нее значение какого-то имени, тогда мы называем ее name. Если бы тут был какой-то номер, то назвали бы там num, вот так вот назвали бы. Если еще что-то там, там номер был бы здесь какой-то, ну в данном случае мы name назвали и присвоили ей, вот оператор присваивания равно, присвоили ей значение Сергея этой переменной. Это работает, ребят, как в математике, помните, в алгебре, x равно 10, y равно 20, вот примерно то же самое, здесь x равно Сергея, только вместо x мы управляем имя name. То есть это переменная name, которая в компьютере, в ячейке памяти, мы в нее положили значение Сергея. И когда мы вот здесь говорим, отпринтуй нам привет, а потом приклей к ней, конкатенация такая, приклеивание идет, name, мы не говорим, чтобы отчеталось имя переменная, мы говорим, чтобы отчеталось значение именно этой переменной, которое заложено в это имя. Приклей name, а потом приклей еще в слетательный знак, тройная конкатенация идет, склеивание вот этого привета, нашего фразы, ну это не фраза, это одно слово. Потом то, что у нас будет заложено в name, и потом у нас слетательный знак. Вы можете вот здесь Сергея поменять на свое имя. Например, на Alex. Вот, меняем на Alex. Запускаем тот же самый код. Запускаем. Видите, тут уже будет Alex. Привет, Alex. Почему? Потому что значение переменной поменялось. Теперь наша переменная name равна Alex. И наш Python отпечатывает текущее значение переменной, которое вот в name заложено, когда мы к нему обращаемся в строчке номер 5. Отмечает она им привет, name и вот с летательным знаками. Понятно, как работает этот код вообще? Логика работы кода. Дальше, седьмая строчка отпринтовывает такую длинную линию, пунктирную. Вот она, видите, просто отпринтовывается. Кавычки тут не отпринтовываются. Восьмая строчка кода отпринтовывает, пример 2. Вот он, пример 2. Дальше мы создаем три разные переменные. Num1, num2 и num3. Как в алгебре, да? x, y, z, например. Num1 равен просто цифре 24. То есть в переменную num1 мы закладываем значение цифры 24. Zim, то, что вы пишете, это нужно в JavaScript. Я сейчас покажу. В num2, в переменную, мы закладываем значение 11, а num3, переменная наша будет равна сложению, математическому сложению num1 и num2. Математическое сложение работает только с цифрами. То есть мы не можем складывать, вот, например, алекс, там и привет. Мы можем их только склеивать. А цифры – это математическая логика обычная. Мы просто прибавляем num1 и num2. Получается у нас 35, видите? Num3. Мы распечатываем num3. И значение num3 равно 35. Возьмите, поменяйте. Поставьте здесь еще какие-то данные. Поменяйте вот эти значения. И снова запустите код. Видите? Уже другая цифра получилась. То есть Python все равно. Это как мясорубка. Чего туда кидаете, все равно будет перемолото. То есть вы можете менять значение переменной. Вы можете убирать, запускать. Python все равно обработает вашу команду, как вы логику заложили. Num3 будет равениться num1 и num2 значениям. Просто значения можете менять. Вот какие-то другие значения поставили, не запустили. Вот уже другое значение получилось. Так работает Python. Код работает построчно. Он исполняет то, что вы ему говорите. Вы можете просто сразу что-то принтовать. Можете создавать переменные и закладывать в них какие-то значения. Можете обращаться к этим переменным. Можете просто ее создать и не обращаться к ней. Не распечатывать, ничего с ней не делать. Просто она здесь будет висеть и все. Ну, в этом, наверное, не смысла, потому что зачем туда ее создавать, да? Так работает Python. Смотрите, какой простой синтакс. Вот реально простой. Даже это как английский язык. Print – это принтует. А переменная создается и присваивается, есть какое-то значение этой переменной. Вот все очень логично. JavaScript работает точно по такому же принципу. Синтаксис немножко отличается. Вот одна из студентов сейчас не пишет, а там в конце что-то ставится, не ставится. Вот это и есть JavaScript-отличие. В конце, в JavaScript, например, вот здесь, в конце строчки, нужно ставить точку с запятой. Но не всегда разные варианты есть, но обычно, если ты закончил, скажем так, что-то делать уже, обычно ставится точка с запятой. В Python это не делается. Синтаксис Python гораздо проще, чем JavaScript. Мы начинаем учиться с Python. И вот на первых уроках, в принципе, мы тоже самое будем делать. То есть вы смотрите на сегодняшний день, вот то, что я вам сегодня даю, как немножко такой advance, немножко продвинутые знания. Потому что на основных уроках мы будем вообще со слов начинать и опять идти, идти, идти дальше, больше, больше, больше. Все, Python мы посмотрели. Окей. Теперь мы идем с вами на JavaScript. И я вам дам... Это точно такой же код, видите? Тоже. Print, а тут console.log. То есть команда. Та же самая просто пишется по-другому. Вместо print в JavaScript пишется console.log команда. Она тоже отпринтует hello world. Переменная создается точно так же. Только перед переменной ставится ключевое слово let в JavaScript. То есть чтобы создать в Python переменную, ничего не надо, пишите имя переменной и все. В JavaScript вы должны ключевое слово let поставить. Ну там еще var можно, там, константа, еще что-то. Ну в данном случае это просто вот let мы ставим. Let name, это значит создай переменную name, приравняя ее к Сергею. Остальное, в принципе, вот везде одинаково, видите, пишется. Вместо команды print, console.log. Переменная создается с ключевым словом let. Все дальше, вот одинаково вообще, все одинаково. Сейчас вы это попробуйте, как это все делается. Я вам дам, тут, кстати, уже будет код, когда вы зайдете. Я вам сейчас дам эту ссылочку, ребят. Ребят, кто будет смотреть в записи, ну у вас вариант есть только, либо переписать эту ссылку уже, да, и зайти там как-то, либо самостоятельно зайти в JSBIN и там попробовать написать руками этот код. Вот как вот здесь он написан, так и пробуйте. Потому что сейчас на прямых эфирах, естественно, я могу ссылку давать, а в записи только у вас самостоятельно получится этим заниматься. Так вот, идем дальше. Разберем этот код. Смотрите, в JavaScript код пишется так же. Единственное, вот этот редактор кода, он немножко работает не так, как другой редактор кода, где мы работали. Почему не так работает? Если вы будете вот здесь кнопку run запускать, то код будет, видите, прибавляться, 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 там больше, больше, больше его там будет. Для того, чтобы почистить вот этот код, вам нужно нажать кнопочку clear. И все, у вас консоль почищена. Вы запускаете его один раз, и весь код запускается. Запускается он тоже построчно. Сначала запускается первая строчка, потом вторая, потом третья и так далее. Код точно такой же, как у нас был сейчас на Python. Единственное место слова print в JavaScript пишется в команде console.log. И вот здесь в консоли отпечатывается hello.word. Если вы поменяете word на Alex, например, и запустите... Сейчас давайте видео свое уберу на пару минут, чтобы вы видели экран. И запускаете вот этот код. Раньше был hello.word. Сейчас стал hello.alex, видите? То есть это старый код уже, просто вы не почистили консоль. Сейчас стал Alex. Если мы почистим консоль и запустим его просто разочек, вот один раз, hello.alex. Вот есть Alex, хорошо. Можно обратно hello.word ставить. Настя спрашивает, можно ли использовать другой редактор кода IntelliJ IDEA. Конечно, можно. Это от вас зависит. Мы будем работать с разными редакторами кода на курсе. Вы будете знать несколько редакторов кода. Ну, один из них – это браузерный вот этот, где ничего не надо устанавливать. Да, никаких модулей, ни языков, ни ноут, ни ничего. Поэтому здесь вы сразу можете работать. Дальше. Console.log – пример номер один. Вот отпечатывается пример номер один. Единственное, как я сказал, в JavaScript, видите, в конце каждой линии, когда мы уже закончили там код какой-то писать, ставится точка запятной. Если вы хотите сделать здесь пробел вот такой, и вот здесь, например, пробел вот такой, пожалуйста, можете сделать. Вот здесь никак не повлияет на код. Вот видите, вот у нас такой код был, Alex. Просто вместо Alex, сейчас я влог написал, да? Вот сейчас запущу его, рано. Точно так же будет работать код. Вот он построчно выполняется. Неважно, вы делаете пробел или там 10 пробелов. В JavaScript неважно, он на это не реагирует. Главное, что вы напишите правильно эти вещи. В конце ставится точка запятой. Вот здесь ставится console.log вместо команды print. Остальное работает точно так же. Если мы хотим переменную создать, мы ставим ключевое слово let, потом делаем пробел, а потом ставим имя переменной. Если поставить вместе, так работать не будет. Нужен обязательно пробел. Но вот здесь уже пробелов можно не ставить. Можно вот так написать. Это для красоты делается, для лучшего читания кода вот здесь, вот эти все пробелы. Вот видите, все точно так же все работает. Принято, как бы, ну, вы придете к данным проектом, вы увидите. Если все пробелы ставят, то вы не ставьте. Если никто пробелы не ставит, ну, не будьте белой вороной, тоже пробелы не ставьте. Дальше console.log, он отпечатывает привет на имя. То, что сейчас на имя, да, у нас есть. И восклицательный знак, привет, Сергей, вот он отпечатывает. Если дальше мы идем, console.log пример 2 подпечатывается. Дальше console.log, это подпечатывается вот эта строчечка. Дальше мы создаем три переменных. NUM1, NUM2, NUM3. Работает точно так же. NUM1 равен 33, 22 NUM2 равен. И NUM3 равен сложению этих переменных. Значений. Сложению значений этих переменных. Все. Дальше мы распечатаем значения NUM3. Если мы тут что-то меняем, что-то такое, да, и запускаем. Другой результат. Здесь будет уже другой результат. То есть логика, я вам почему-то показываю, ребят, подобные примеры. Вы видите, логика работы кода одинаковая. Python, JavaScript, Java, Ruby, что угодно. Go. Одинаковая работа логики кода. Разный синтаксис. В Python мы пишем print. Здесь мы пишем console.log. В Python мы не ставим точку запятой. Здесь ставим точку запятой. Что мы еще в Python делаем? В Python мы вот это лет не делаем перед созданием переменной. Здесь делаем лет. Все, что вам нужно запомнить, например, вот здесь. Три отличия. Поэтому вот когда мы учим языки программирования, мы делаем это параллельно. То есть, например, мы в понедельник учим вот примерно вот такой код, как он работает. Этот же код мы учим, например, в среду по JavaScript. И вам уже понятно, как работает код на Python. Вы уже понимаете легко то, что я вам в среду объясняю по JavaScript. Чуть-чуть другой синтаксис. Логика точно такая же остается. Поэтому языки вот так параллельно. Два простых языка программирования довольно легко учатся у нас в таком курсе. Ну как, ребят, вообще для вас это легко понять? Плюсы-минусы. В чат поставьте мне, чтобы я понимал фидбэк от вас. Если понятно, плюсы. Если непонятно, минусы. Если понятно, непонятно, плюс-минус. На мой взгляд, это элементарно. Это не сложнее обычной алгебры в седьмом классе в школу. Я вижу, только один человек поставил плюс-минус, остальные все плюсы. А кто-то много плюсов поставил. Поэтому, ребят, работа кода и вообще изучение кода – это элементарно. Я, когда приехал в Америку, я что-то слышал, что есть программист, но я код тогда еще не знал. Точно так же сидишь разбираешься, просто я дольше разбирался. Вам это уже идет в рожевом таком виде, а я разбирался, конечно, подольше. Но вам повезло. Вы попали в нужное время, в нужное место. Окей. Теперь мы говорим, для чего учиться на курсе. В том числе, вы попали в нужное время, в нужное место. Почему? Всему можно учиться самому. Вообще всему. Вы даже ядерной физике можете самому научиться, я уверен. Любой человек талантлив. Вопрос, сколько времени вы на это потратите. Если человек суперталантлив, ему нужно меньше времени. Не знаю, сколько, но просто меньше времени. Если человек обычный, просто ему нужно больше времени, чтобы сидеть, разбираться. Так вот, если вы хотите учиться самостоятельно, на Ютьюбе, на бесплатных курсах каких-то, наверняка есть такие, на которых вам никто ничего не будет объяснять, просто идут кучу материала, сиди, разбирайся, читай. Так вот, в этом плане можно все учить. Вопрос, сколько времени вы на это потратите. Обычно тратятся годы, не месяцы, а годы на то, что у нас на курсе вы можете изучить за три месяца. Вот для этого учиться на курсе. Вы просто экономите несколько лет своей жизни. То есть вы за три месяца, за одиннадцать недель проходите то, что вам нужно. И уже идете на работу, уже получаете зарплату, уже работает. Что касается цены курса, ребят, он должен отбиваться не с одного пейчека, а за одну неделю, наверное, работы, весь полностью стоимость курса отбивается. Если вы поступаете, допустим, на автомейшон, вы учились на автомейшон. Или на мену, вы учились на мену. То есть это несоразмерные даже величины. Если вы хотите самостоятельно учиться, так тоже можно. Ну просто будьте готовы к тому, чтобы год, может быть, два, может быть, три, будете сидеть там что-то учить. А когда что-то выучите, может быть, что-то будет, что не надо было учить. а вы на это время потратили. Вы будете, может быть, разбираться с тем, что я вам дам за 10 минут, вы с этим будете разбираться в месяц. Понимаете? Вот для этого учиться на курсе. Вы экономите много времени и сразу берете нужный материал в нужном виде. Плюс мы не читаем Википедию на курсы. Я видел презентации каких-то других конкурсов. Они говорят, мы там тратим большое количество времени на то, что мы сидим, разбираемся, читаем Википедию, там еще что-то. Мы так не делаем. То есть я изначально даю нужные вещи в готовом виде. А Википедию вы из меня можете вне урока почитать, если это нужно будет. Все инструменты и технологии, которые применяются, это на реальных проектах сейчас применяется. То есть я знаю, что и применяется в компаниях, где я раньше работал, и сейчас что применяется. Я вам даю только нужные вещи. Конечно, каждый проект будет индивидуален. Где-то что-то одно требуется, где-то другое. Но процентов 80-90 того, что вообще это будет требоваться на проекте, у вас будет. А вот эти 10% не учитываются. Если компания найдет кандидата, который на 100% удовлетворяет, они его возьмут, не вас. Но обычно, мягко говоря, трудно найти кандидата, который на 100% будет удовлетворять компанию. Бывает, что человек даже на 50% подходит, а его берут. Почему? Ну потому что 50% лучше, чем 40%. Потому что следующий кандидат на 40% готов. Поэтому, да, это часто берут кандидата не с полным объемом знаний, и его уже дотягивают до того уровня, до того объема знаний, который нужно на проекте. Но зато уже 50% у него есть. Курс подходит для новичков. Либо для тех, кто хочет из manual automation перейти. У нас, ребят, процентов, наверное, 90 студентов на курсе, это те, которые пришли с нуля. Те, которые вообще ни в тестировании, ни в программировании не работали. Вообще из бухгалтерии пришли, из водителей. Учатся, нормально отучиваются. У нас был человек, который, я вам вчера о нем рассказывал, девушка, женщина-девушка. Ей 43-44 года. Она замгла врача. У нее вообще она не из этой сферы. За две недели три джоп-оффера. Взяла джоп-оффер, все работает как тестировочек. То есть это все делается. И не в 20-летнем даже в возрасте. То есть это от вас зависит, насколько вы хотите просто этому научиться. Курс на русском языке, но все дублируется по-английски, ребят. Собеседование, программы, презентации, объяснения. Это все дублируется по-английски. Поэтому у вас будут гибридные знания. На русском, а на английском. Студенты работают в группе. Это очень важно, потому что как кому учиться. Допустим, у меня уровень мотивации позволяет мне не ориентироваться на группу. Я могу сам учиться. Не все так могут. Некоторым нужна мотивация такая групповая. Она должна их толкать. Вот это вам предоставляется. Вы работаете в группе, вы учитесь в группе, вы потом растете как профессионалы в этой же группе и помогаете друг другу. Причем комьюнити у нас огромное на курсе. И общаясь в своей группе, ничего не мешает вам обращаться за помощью к другим членам нашего комьюнити, к ребятам, которые уже закончили курс. У них, во-первых, и знания есть, они уже на работу поступили. Они нас приглашают в наших студентах себе на работу. Поэтому все вам открыто. Вопрос, что вы хотите взять, а так вообще все вам открыто. Мне кто-то пишет, что он перешел из трак-драйвера. Очень супер. Вот супер решение. Знаете почему? Потому что, когда вы приезжаете в Америку, и многие идут на траки, легкие деньги, но вы меняете просто время на деньги. Перспективы никакой. Просто никакой. Перспектива, что вы будете старше, здоровье будет хуже, и вы работать сможете меньше. Вот это явная перспектива. Там открывать какие-то компании люди пытаются. У меня есть знакомая, у нее есть компания. Вот он мне рассказывал, что компанию, если какую-то открывать, то есть смысл только, когда у тебя много машин. Тогда есть смысл. А если ты там что-то одно берешь, то все, что ты зарабатываешь, все туда и тратишь. То есть в этом смысла нет. А попробовать их много машин купить. Не знаю, там миллионы долларов вкладывать надо. Здесь вы миллионы долларов не вкладываете. Здесь вы вкладываете вот сюда инвестиции, свои знания. Вы развиваетесь именно в интеллектуальной работе. И эти знания каждый месяц стоят дороже. Понимаете? И на вас не влияет стоимость бензина, аренды жилья и чего-то. Когда вы получаете 100 тысяч долларов, вам все равно стоит ваша квартира 2 тысячи долларов или 2,5 месяца. Понимаете? Эти 500 долларов вообще ни на что не влияют. Поэтому это хорошая перспектива работать в технологичной сфере. Учеба идет на реальном проекте, ребят. То есть это не какой-то там фейковый проект, который создан. Это реальный проект. Это реальная платформа, на которой работают очень много людей во всем мире. Вы на нем учитесь. И дальше вы проходите практику на тех проектах, которые я вчера говорил, которые вы сами берете. Вы сами решаете, какие хотите пройти. Кстати, кто-то из вас, вот я видел по чату имя знакомое, кто-то мне сегодня в почте задавал вопрос по поводу практики. Я чуть-чуть позже на него отвечу. Хорошо? Именно как проходит практика? Я отвечу на него, но чуть позже. Мы готовимся к собеседованиям на каждого, ну, с первого урока. Когда-то это бывает МОК, собеседование прям, мы идем по циклу собеседования, когда-то нам рассказывают технологию прохождения собеседования, этапы, когда-то мы разбираем вопросы на собеседованиях. Это проходит на протяжении всего курса. И даже еще не закончив курс, вы уже будете готовы к собеседованиям. Вы уже будете знать этапы, вы уже будете уметь их проходить. Все, что вам нужно будет делать, просто рассылать заявки и проходить реальное исследование. Вы это можете уже на курсе делать. Некоторые студенты, еще раз скажу, которые посмелее, они уже получают работу на курсе, еще участвуют на курсе. Это у нас есть. Дальше. Мы делаем вам профессиональное резюме и профиль на LinkedIn. Это очень важная часть, потому что без профессионального резюме и без профессионального профиля на LinkedIn вас не будут видеть рекрутеры. Ну и что, что у вас есть знания? Ну и сидите дома со знаниями, которых никто не знает. Поэтому нужно сделать настолько хорошую работу, чтобы вас рекрутеры видели, и они видели, что это не фейковое резюме, не фейковый LinkedIn. Там все реальное. И мы вам делаем все реальное, ребят. Там нет такого, что мы создаем какую-то компанию, в которой вы все работаете. Нет, это все. Может, и свою карьеру закрыть, если кто-то вам предложит такое сделать. Рекрутеры все это понимают. На каждый урок у нас много практически домашних заданий и тестов. То есть мы на уроке, я вам объясняю теорию, потом мы это все на практике делаем, прямо на уроке. Но плюс еще на дом вы получаете практические задания, либо тесты, либо все вместе. Вы еще руками сюда это все делаете. То есть все, что мы объясняем на уроке, все вы повторяете руками. И если вас потом спросить уже на собеседовании, на работе, а ну-ка сделай мне. Вы сделаете. Потому что вы в домашних заданиях это делали. Ну, тот, кто будет делать. Я вам советую делать домашние задания, потому что вы закрепите. Тактильная память, она хорошо работает. И, как я сказал, вы становитесь частью большой комьюнити-курса. То есть у нас уже, мы работаем много лет. У нас уже на данный момент огромный комьюнити-курс. У нас много студентов, выпускников, которые работают в разных областях. У нас есть ребята и в Facebook работают, и в IBM работают. У нас девочка сейчас пошла в Apple работать с предыдущего курса, с Automation. То есть постоянно кто-то куда-то устраивается. И к себе перетягивают, и делятся знаниями. Перед курсом у нас там девочки сделали джоп-оффер. Вот сейчас закончился курс. И прислали ей там договор из компании, в которой работает другая девчонка. И я говорю, ты у нее лучше спроси. Она тебе точно скажет, потому что это та же самая компания. Она скажет именно процесс оформления. Все, она ей задала вопрос, а я сразу помогла. И мне отписали, что я помогла, я поблагодарил. То есть у нас вот такой вот collaboration идет. У нас такая синергия. То есть люди уже, знаете, вот помогают друг другу с курсов, которые, ну как бы это не их был поток, а они друг другу помогают, потому что, ну, понимают, что если от одной свечки другую зажечь, первая не погаснет. Первая-то работу не потеряла, потому что вторая нашла в той же компании. Ну и что, ну, будут две работы. Будут другую знать, будут общаться. У нас такие, вот знаете, некоторые даже семьи начинают дружить. То есть такая хорошая комьюнити. У нас, кстати, нет так называемого крысятечества такого, знаете, что кто-то что-то узнал и не говорит кому-то. Нет, у нас такого нет. Все делятся знаниями, все адекватные люди. Теперь давайте я вам покажу программы на курсе Manual и на курсе Automation понедельно, чем вы будете заниматься, чему вы будете учиться. И начнем мы с курса Manual. Это, кстати, есть на нашем сайте. Вы можете перейти на сайт. И если вот здесь вот нажать Manual, вы переходите на страничку Manual. Если немножко ниже пролистать, вот здесь вот ниже, да, то помимо того, что у нас здесь есть уже, технологии, кстати, у нас здесь есть подробная программа обучения на курсе. Она немножко видоизменяется со временем. То есть когда-то эта программа была немножко другой. Кстати, ребята, еще совсем недавно наш курс длился 10 недель. Потом я смотрю просто, ну, как бы мир меняется, технологии меняются, надо чуть-чуть больше вам дать. Мы увеличили курс на неделю, но мы не увеличили его стоимость. Стоимость осталась прежняя, а уроков стало больше на неделю. Мы, кстати, стоимость курса не увеличиваем уже несколько лет. И у нас были когда-то скидки, просто без скидок сейчас работаем. Но стоимость курса уже несколько лет у нас одна и та же остается. Я понимаю, что вам нужно чего-то с поинта такого начать, где, может быть, вы еще не сильно много зарабатываете, поэтому мы делаем для вас приемлемую стоимость. Подобные курсы стоят несколько раз дороже, чтобы вы понимали. Так вот, мы начинаем с недели номер один. Это вот сейчас мы находимся на неделе номер один. Вчера, сегодня у нас идут бесплатные вводные уроки, на которые мы смотрим, как работает тестировщик. Учим профессию, смотрим на синтаксис программных языков, смотрим на то, как вы будете учиться, вообще стоит из чего процесс тестирования, процесс поиска работает. В общем, такое введение в профессию идет. Это общая информация для всех. Дальше, неделя 2-5. Это уже начинается настоящий курс уже по группам. Кто-то идет на manual, кто-то на automation. Это программа manual. Мы начинаем изучать, помните такое? Software Development Lifecycle, я вам показывал вначале. Что должен знать инженер? Manual automation. Не важно, вы начинаете учить. Дальше мы работаем с фронт-энд тестированием, с кросс-браузерным. Мы учим веб и мобильные приложения, работаем в Jiri и пишем всю документацию под проект. Начинаем изучать документацию. Дальше мы создаем эту документацию. Мы изучаем техники тестирования и работаем в рамках Agile, Crime, Waterfall. Это все на реальном проекте проходит. То есть это все-все настоящее. Дальше, неделя 6-10. Когда вы уже знаете, как работает внутренняя кухня, мы начинаем проходить стажировку. То есть я уже вам даю в домашних заданиях направление. Вам даю, скажем так, список компаний, куда вы можете оплатиться на стажировку. Какие-то компании принимают вас без собеседования. Есть такие компании, их очень много. Какие-то компании нужно проходить тесты, прежде чем у них начинать работать. Какие-то компании делают минимальное собеседование. Допустим, один-два этапа буквально, такое легкое. Какие-то компании делают уже много этапов собеседования, как уже на реальную работу. На каждом из этих этапов разные компании. И, соответственно, на первых этапах вам там практически ничего не платят. Это просто для того, чтобы отточить свои навыки. На втором, третьем и четвертом этапе, там уже другие компании, там уже начинать можно зарабатывать деньги. То есть не вы платите за стажировку, а есть такие нехорошие люди, которые, я видел, там постят, зазывают к себе на стажировку какие-то, да, там люди. И говорят, заплати нам денег, мы тебя на стажировку возьмем. Это мошенники, ребят. Никто никогда не платит, когда идет на стажировку. Компании платят людям, чтобы они у них стажировались. Вот так это работает. Если вы хорошо проходите стажировку, компания обычно вам делает джоп-оффер, и вы остаетесь работать в компании. Это вот так в реальном мире работает. Поэтому если вы где-то видите объявление, что приходите к нам на стажировку и заплатите нам денег, но это все равно, что акция купи у нас 9 хачапурей и 10 хачапурей тоже купи. Это обман просто. Никто никогда за стажировку не платит. Платят всегда людям. Дальше. Вот здесь мы не только проходим с вами практику, ну вы проходите практику, да. А здесь мы уже создаем тестовый фреймворк небольшой такой населением. На курсе мену вы уже можете делать тестовый фреймворк такой автомейшен небольшой населением. Я бы не назвал его прям фреймворком, но другое название здесь никакое не подходит, поэтому написали фреймворк. Мы учим REST API с веб-сервисами. Мы начинаем учить работать в GitHub. Тут же мы начинаем учить DOM, HTML, структуру, CSS. Это нужно для автоматического тестирования. И, соответственно, вот локаторы, экспат, кейтестинг-тул, девелопинг-тул. Это все тоже учим. Это мену, ребят, еще раз скажу. Тут же мы с вами готовим на вот этих неделях профессиональный линкедин резюме, потому что это процесс длительный, он не готовится за один день. Мы на это тратим, не знаю, несколько недель для того, чтобы сделать core, потом его наполнить, а потом уже довести до совершенства. Дальше мы начинаем практику на других уже проектах. Дальше мы работаем с API-тестированием, работаем с Wagger, в том числе с curl-скриптами. Если вам о чем-то говорить, если нет, то это просто технические вещи, которые вам пригодятся и которые увеличат стоимость вас как специалиста на рынке. Мы тренируемся, естественно, тренируем hard и soft skills для того, чтобы вы знали, как проходить собеседование и как работать в компании. И мы уже вот здесь, ближе к концу курса, начинаем, вы начинаете поиск работы, реальной работы, не просто стажировки, а реальной работы. То есть вы сначала учитесь этому, а потом начинаете уже оплавиться на вакансии, проходить собеседование реальное в компании. И мы потом разбираем, кто как проходил, соответственно, смотрим, указываем, где что лучше сделать, где что-то может поменять. Мы делаем задачи, решаем по мануальному тестированию. И, соответственно, вы это все ведете, все тестирование на реальных проектах, на тех, что вы уже стажируетесь, либо на тех, что мы для вас сделали, вот тестовые проекты для учебы. Дальше вы можете посещать все бесплатные факультативы. У нас проходят бесплатные факультативы для всех студентов. Не важно, вы сейчас учитесь или вы уже закончили, это бесплатно для вас будет. Пожалуйста, приходите, посещайте, задавайте вопросы, участвуйте, повышайте свой уровень. Это все для вас делается, ребят. Ну и, естественно, кто-то меня вчера спрашивал про портфолио. Портфолио – это и есть наш финальный проект. То есть все, что мы учим на курсе, вы оформляете в виде портфолио, с которым вы уже приходите на собеседование. Вы не просто рассказываете, как вы специалист, вы показываете, что вы умеете делать, у вас будет портфолио. Плюс вы получаете сертификат, который вы повесите на кухню свою грамочку, потому что на собеседованиях никто никогда не спрашивает ни один сертификат. Вообще. У меня никто вообще ни разу ни про какой сертификат не спросил. Может, у вас просто не знаю. Но вы получаете сертификат об окончании курса. Кто-то меня спрашивает, кто будет вести курс. 100% занятий я буду вести для вас лично, ребят. У нас факультативы могут вести другие преподаватели. Они не обязательные факультативы. Хотите, ходите, хотите, нет. Они по разным направлениям идут. 100% основных занятий на факультете МЭНО и на факультете Автомейшн я веду для вас лично. То есть вот ко мне привыкаете на вводных уроках, со мной же вы дальше идете. Факультативы могут я вести, могут другие преподаватели вести. Но только это преподаватели не просто, знаете, студент, который с вами учился. Нет. Это преподаватели, которые пришел из реального сектора, он там HR, или он программист, или он тестировщик. И он вас учит тому, в чем он сейчас разбирается, где он сейчас работает. Вот таких преподавателей мы приглашаем, но они ведут факультативы. Это не обязательные занятия. Это просто повышение квалификации для дополнительных. Продолжительность курса. 11 недель он уйдет. Просто он уйдет 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Начало занятий курса МЭНО в 6 вечера в понедельник и в пятницу. Это калифорнийское время, ребят. Если вам время не подходит в прямых эфирах, можете в записи потом смотреть, ну и потом в чате общаться. Мы можем созваниваться через Zoom, через телефон, через WhatsApp, если вы не в Америке. И обычно идет вот час плюс примерно. И каждая домашка занимает примерно 2 часа. Вы можете больше делать. Чем больше вы потратите время, тем лучше. Ну, обычно 2 часа. Дальше. Курс Автомейшн. Курс Автомейшн в 3 раза более наполненный, чем курс МЭНО. Почему? Потому что, как здесь написано, курс объединяет, и это так и есть. Киэй МЭНО и киэй Автомейшн. То есть на курсе Автомейшн вы получаете 2 профессии в одном. Вы, грубо говоря, курс МЭНО бесплатно получаете, идя на курс Автомейшн. Все вместе получаете, понимаете? Поэтому он в 3 раза более наполненный, а по цене всего лишь на 1000 отличается, чем курс МЭНО. Программа курса. Здесь примерно то же самое. Вот здесь есть тоже технологии, немножко другие, естественно. И программа. Вот это у всех одинаковое. Это мы с вами сейчас делаем. Это первая неделя. То есть сегодня и вчера бесплатный вводный урок. Все. В пятницу уже будет платный урок, грубо говоря. Кто уже записался на курс, ребят, или запишется на курс. И у нас в эту пятницу будет уже отдельные 2 урока. Кого-то МЭНО, кого-то Автомейшн. А с новой недели, вот со следующей недели, уже пойдет у Автомейшн понедельник всегда пятница, у МЭНО понедельник и пятница. На этой неделе, на первой неделе у нас чуть-чуть сдвинут график. Соответственно, это у всех одинаковое. Это мы уже поговорили. Тут мы начинаем учить, с первой же недели мы начинаем учить языки программирования. Как я сказал, мы строим изучение на равных величинах. Если мы что-то учили по Пайтону в первый день, мы примерно то же самое учим в следующий урок. Идет по JavaScript. Мы примерно то же самое учим, но только в другом синтаксисе, чтобы вы понимали. О, вот это то же самое, просто в JavaScript это пишется вот так. Все, в мозг положилось на полочке одинаковая информация, просто чуть-чуть с небольшими отличиями. И вот так мы идем. Идем, идем, идем. Дальше мы решаем массу задач реальных технических собеседований. И у вас на это очень много будет факультативов. Они все бесплатные, ребят, еще раз скажу. Мы учим работу с кросс-браузерным тестированием, с GitHub работаем, с REST API, с веб-сервисами, локаторами, Testing Tool. Здесь же мы готовим обязательно вам LinkedIn и резюме. Мы учимся тестировать веб и мобильные приложения и ведем проект Jira, как на manual, так и automation. Это Jira, это программа для ведения проектов. Она, в принципе, на любом сейчас проекте работает, на очень многих сроках учим. То же самое, так как курсы совмещены здесь, automation и manual, да, вот на этом курсе. Мы учимся писать всю тестовую документацию. То есть вы вообще все сами умеете писать, все, что нужно. Тест стратегии, тест сценарий, тест кейсы, баг-репорты, матрицы покрытия тестов, задачи потестировать. Все вы это умеете сами делать. Изучаем технику тестирования на различных устройствах и на клауд, на облаке тестировать. Вы учитесь работать как с реальными девайсами, ну там телефоны, компьютеры, еще что-то, так и с эмуляторами. То есть это такие программы, которые эмулируют вид мобильного устройства или компьютера. Они нереальны, но там можно тоже что-то тестировать. Дальше мы учимся работать в редакторах кода, естественно, потому что вы будете работать с кодом, и вы умеете работать в разных редакторах кода. В этих редакторах кода, в принципе, работа почти везде одинаковая, но отличается настройка этих редакторов кода, поэтому мы учим работать по-разному. А также виртуальные машины. Неотъемлемая часть любого проекта, я считаю. Виртуальная машина заменяет реальный компьютер, и, соответственно, вы должны уметь не только работать в виртуальной машине, но и запускать ее. Это мы всему вас учим. Также, как и на мену, вы учитесь работать в agile и в скраме. Мы работаем в спринтах, и вся эта работа ведется на реальном проекте, который вы можете показать портфолио или просто другу, подруге, если это нужно, показать, как вы все это делаете. С шестой и по десятой неделю вы уже здесь начинаете учить автоматическое тестирование, все, что с этим связано, а также начинаете проходить практику, так же, как и на проекте мену. Мы создаем автоматический фреймворк на фронт-энде для селения веб-драйвер Python. Фреймворк, если кому-то это говорит, в основном будет юнит-тест, но мы с PyTest тоже будем работать. Мы работаем allure reports, это вот те вот красивые репорт, которые вы видели, когда я запускал, да, с графиками, все, вы будете уметь это делать. Вы будете работать с локаторами, экспатом, кросс-браузерным, автоматическим тестированием, то есть ваши тесты будут тестироваться в разных браузерах, параллельно или последовательно, да, вы сами выбираете. Мы будем работать с облачной автоматизацией, и также мы будем работать и на мобильных девайсах, и на разных браузерах, и на разных операционных системах. То есть ваши тесты, которые на компьютере, они могут исполняться где-то на область. То есть неважно, там, вы ушли в отпуск, а все равно тест будет работать за вас, он все равно будет там что-то проверять. Мы учимся автоматизировать все ваши мануальные тест-кейсы, которые вы тоже будете писать. То есть, сначала вы будете писать мануальные тест-кейсы, а потом вы будете их автоматизировать. И за вас это все будет делать программа. В принципе, то, что вы видели вот здесь, как я вам показывал, сначала мы руками что-то делали, а потом за вас это все будет делать программа. Также мы сделаем automation framework для REST API программы Postman. Postman – это очень популярная программа, очень многие ее сейчас хотят. Это для тестирования API программа. Мы в ней будете уметь работать. Соответственно, мы будем работать с GitHub, где будем работать с автоматическим тестированием. Вы будете делать код-ревью, естественно, на свой код. Больше не на свой, конечно, код, на чужой. Но свой код вы тоже можете смотреть. А вы будете, естественно, работать со Swagger. И кирскриптан и Swagger – это такая работающая документация для API. Естественно, мы будем готовиться к собеседованиям по всем направлениям, которые я вам описал. И по manual, и по automation. Я умею проводить собеседование. Я сам провожу собеседование, ребят. Я и помогаю проходить собеседование. Я сам провожу, я сам прохожу собеседование. У меня каждую неделю бывают собеседования. Уже на протяжении многих-многих лет, 10 лет или больше. Я просто не хочу потерять навыки. И поэтому я сам оплавлюсь на компанию. Вдруг тучка хорошая предложит еще больше денег. Или еще что-то. Я сам прохожу собеседование. Я знаю, что спрашивать. Я сам провожу собеседование. То есть я вас учу тому, что я делаю сам. Я вас учу именно тестирование. Все, что я умею сам делать, я вас... Писать скрипты, тестовые сценарии, облачное тестирование. Проходить собеседование. Проводить собеседование я вас не учу еще. Но если вам когда-то это понадобится, когда вы уже достигнете определенной точки вашей карьеры, если надо, я вас этому научу. Дальше мы начинаем поиск работы в реальных компаниях. Естественно, ближе к концу курса. Я вам рассказываю, как это делается, куда оплавиться, где проходить, какие этапы собеседования. Если вам нужно, я даже делаю персональный mentorship, так называемый. То есть отдельно каждого человека как ментор ведут. Но на это у нас отдельные направления есть. Вы скоро увидите, это у нас на сайте появится. Но пока это так. Дальше. Мы решаем задачи по программированию и автоматическому тестированию. Потому что там бывают такие различные условия, которые нужно решить, которые вас могут задать на собеседованиях. Вот мы это все решаем. Соответственно, вы можете посещать бесплатные факультативы. И вы можете это все делать на реальном проекте. Как и на курсе менуэл, мы готовим финальный проект. Но здесь он гораздо более объемный. Потому что здесь у вас будет несколько видов тестирования автоматического. Это все будет интегрировано с GitHub. И когда вы приходите к кому-то на собеседование, все, что вам нужно сдать в резюме, поставить ссылочку на GitHub на свой. И человек, который разбирается в этом, а обычно люди разбираются, когда вы идете в компанию, они просто заходят на ваш GitHub и смотрят в вашем портфолио, как вы умеете писать скрипты, как вы умеете делать документацию, как ваши скрипты работают. Они могут это запустить. И, соответственно, все, что им нужно на собеседовании подтвердить, это еще раз вам задать вопросы по вашему портфолио. Расскажи мне, почему ты сделал вот здесь вот так? А почему ты применил этот метод? А как ты вот это вот сделал? Мало кто с портфолио приходит на собеседование. В основном люди просто приходят и рассказывают, какие они хорошие тестировщики. А когда ты показываешь портфолио, когда ты все на кнопку нажал, но само тестируешь, вот таких мало будет людей, а вы будете одни из них. Вы будете такой топ-литер, топ-файб, я бы даже сказал, людей, которые приходят с таким портфолио на собеседование. Так проходит наш курс автомейшн. Продолжительность тоже 11 недель, но только три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, и в 7.30 вечера начинается по Калифорнии, и два часа идет каждое занятие. То есть курс автомейшн в три раза более наполненный, чем курс manual. Мы там изучаем, потому что и manual, и автомейшн, все вместе. Это несложно, это просто последовательное знание. Курс структура такая грамотная построена. Вы все начинаете с основы, потом побольше, 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 и каждый новый урок основывается на предыдущем, который вы уже выучили. Поэтому нормально, все будете знать. Тут написано 2 часа плюс в день на домашнюю работу, это в среднем. То есть, грубо говоря, 6 часов на домашнюю работу, и 6 часов на уроки. Остальное время ваше. Хотите, делайте больше домашних, читайте больше материала, ездите к родственникам на рыбалку. У вас будет свободное время, чтобы работать и учиться. Это все можно будет совмещать. Вот это было вчера, ребят. И большинство людей, которые у нас сейчас на уроке, я видел, что вы вчера были. Поэтому я не буду здесь много остановить внимания. Вы потом посмотрите в презентации, но сразу скажу, что то, о чем здесь написано, это все уже я сказал. То есть, вы будете делать много разных видов тестирования, как мануальное, так и автоматическое, как с реальными устройствами, так и на облаке. Вы будете уметь делать веб-приложения, API, backend, мобильное тестирование. Все, что у нас есть, материалы, ваш курс, ваша команда, база знаний, база вакансий. У нас рекрутеры напрямую нам присылают вакансии. Это все вам доступно постоянно будет. Допустим, все пошли спать, но чат не закрывается. Вы в чате все это видите. Пожалуйста, apply. Вы будете уметь делать не только кросс-браузное тестирование, но вы будете делать облачное тестирование, работать с виртуальными машинами. Вы будете делать качественную документацию. Это очень важно, потому что, когда ты не умеешь делать элементарный баг-репорт, или вы не можете написать тест-кейс, или у вас тест-кейс состоит из двух шагов, ну, не знаю, сколько вы проработаете в такой компании, где вы будете такие вещи делать. Поэтому мы у вас учим именно грамотно это все делать. Ну и, соответственно, техники тестирования. Это все, о чем я вчера говорил. Когда вы находите баги, которые не видны, на первый взгляд. Мы будем работать с API-тестированием, вы будете работать с Git-ом, с GitHub-ом, и вы будете учить hard-skills и soft-skills. Это очень важно, потому что без знания чего-то одного вы даже интервью не пройдете, не говоря о том, что вы уже не сможете работать. Соответственно, мы будем тренировать технические собеседования до того, как вы уже будете апплодисменты на работу. Технические собеседования мы тренируем на двух языках. Хотите сразу по-английски, пожалуйста. Мне все равно на каком языке говорить. Я нормально общаюсь. Если хотите на русском, потом на английском, можем делать так. Соответственно, после того, как вы уже все это знаете, вы будете апплодисменты на интерншип, на рабочие проекты и будете проходить интервью и получать джоп-офферы. Если вы не уверены, насколько стоит или не стоит принимать джоп-оффер, вы всегда можете проконсультироваться. А теперь уже мы подходим к концу. Быстро пролетели эти 10 лет, как сказала моя учительница в школе. Быстро пролетели эти два дня вводных занятий. Поэтому мы подходим к концу. И теперь я дам вам маленькое домашнее задание для тех, кто будет учиться уже на курсе. Это ваше домашнее задание. В первую домашку отправить ребят. Хорошо? Для тех, кто еще думает, будет учиться или нет. Хотите, делайте, хотите, нет. Это чисто для вас, чтобы потренировать ваши скиллы. Есть такой сайт. Он называется Expedia. Сайт, на котором ищутся путешествия. Там бронируются отели, авиапутешествия, билеты. Можно забронировать. Вот там много багов. Во всяком случае, я их находил. Я вас прошу протестировать этот сайт. Вы можете его протестировать по этому примеру. Пример есть на нашем сайте. Я сейчас вам покажу, кстати, этот сайт. Пример, пример. Так, это у нас открылось. Хорошо. Давайте, знаете, как сделаем, ребят? Я сейчас вот так вот сделаю. И вот пример, если вот так наведу. Вот, видите? Введение в профессию тестировщик. Вот этот пример есть на нашем сайте. Если вы на наш сайт зайдете, там в самом начале, по-моему, с сайта висит этот пример. Вы можете его посмотреть потом. Ну, дальше вы переходите на сайт Expedia. Я вам могу дать его, кстати, в чат. Я вам расскажу, что там нужно будет делать. В принципе, ничем не отличается от того, что мы с вами сейчас сделали на сайте Tesla. Вам нужно произвести... Документации у нас нет, как вы поняли, да? Соответственно, вам нужно провести такое ознакомительное тестирование. Просто посмотреть, что вы на нужном сайте. И дальше сделать такое базовое функциональное тестирование. Соответственно, вам нужно будет открыть страницу Expedia. В поисковой строчке напечатать... Ну, это у меня написано. Это мы сейчас сделаем. А вы можете что-то другое сделать, если не хотите по своему сценарию пойти. В поисковой строчке напечатать Париж. Нажать search button. Дождаться, пока откроется там результаты поиска Парижа. Они должны открыться. И в результате поиска должны быть отели в Париже именно. Потому что вы же Париж написали. Дальше вы должны проверить работоспособность фильтра слева. Кликнув последовательно на каждый checkbox. Если фильтр работает правильно, значит все хорошо. Если неправильно, значит нехорошо. Проверить работоспособность фильтра stars. То есть там отели по звездам распределяются. Мы это сейчас с вами сделаем. Ну, так, я чуть-чуть вам покажу. Если каждый из этих шагов у вас пройдет успешно, значит, общий вот этот тест-кейс... Мы еще будем этому учиться на курсе. Но это для вас, для затравочки. Значит, вот это все прошел тест-кейс нормально. Если что-то одно здесь пройдет плохо, значит, общий тест-кейс не прошел. Как бы он не работает, общий тест-кейс. Давайте попробуем. Сайт Expedia. Ну, уже открывается не быстро. Для меня это уже такой небольшой баг. Потому что сайт, который открывается больше двух секунд, не очень хороший сайт. Мы летим с вами в Париж. Париж. Когда я печатаю Париж, я вот здесь ожидаю, что у меня будет Париж. Ну, вот у нас есть Париж. Выбираем Париж. Дальше нажимаем на Search. Долго ждем, да? Уже начинает как-то сработало, не сработало. То есть для меня это уже баг. Потому что если не открылось за хотя бы одну секунду то, что я хочу найти, для меня это баг. А тут потребовалось, по крайней мере, две секунды, и можно делать уже перформанс-тестирование. Вы это будете видеть автоматическое. Ну, по крайней мере, давайте определим, это вообще Париж или не Париж. Эфелева башня, да? Вот здесь тоже вроде Париж, судя по названию. Live Defense, это квартал у них деловой есть такой, я там был. Ну, вроде Париж. Хорошо. Смотрите, вот здесь слева есть фильтры такие, да? И вот эти фильтры должны работать. Давайте протестируем, например, один фильтр. То есть мы отсортируем отели вот здесь по пятизвездочной системе. То есть если я нажимаю здесь на пять звезд, то все отели, которые у меня здесь выдаются, вот здесь, должны быть с пятью звездами. Пока я звезд вообще не вижу. Вот где-нибудь кто-нибудь видит звезды? Я вижу только Good, там, Review, я звезд вообще не вижу. Ну, я пока не вижу, в целом случае. Может, я невнимательно смотрю, но ладно. Пять звезд. Ждем. Ну, довольно долго работает, согласитесь, да? О, отлично, появились звезды, видите? То есть если этот фильтр, мы ожидаем, что он сработал правильно, здесь должны быть только пятизвездочные отели. Проверяем. Листаем. Да. Ну, пока что я вижу только пять звезд. Фильтр сработал, хорошо. Можно до конца долистать, можно не листать. Ну, пока что работает. Давайте проверим четыре звезды. Вы скажете, Сергей, так это же элементарно, что мы сейчас делаем. Ребят, это элементарно, но это же нужно проверить. То есть вопрос, а кто проверял, как этот фильтр работает? Вот этим и занимаются тестировщики. Проверяют работоспособность того, что запрограммировали программисты. То есть, а вот сейчас у меня вопрос, ребят, а если я нажму четыре звезды, у меня пять звезд уйдет или останется четыре звезды? Или уже у меня прибавится четыре звезды к моим пяти звездам? Вот как вы думаете, что наиболее, ну, для вас, как для пользователя любого сайта, вот экспедиа, да, что для вас было бы более удобно? Сделать вот здесь клик, чтобы убрать пять звезд? Или сделать, или второй вариант? Вот первый, например, один или два. Или второй вариант? Для вас кликнуть четыре звезды, чтобы просто пять ушло, а четыре появилось. Первый – убрать пять звезд, а второй – просто свитч такой. Какой? Первый или второй вариант сделать? Такое, голосование сделаем. Я так и подумал. Вот большинство из вас… А, нет, 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 нет. Нет, нет, сначала, кстати, у вас вы написали больше двоечку, чтобы больше… Так, потом другие всякие варианты написали. Окей, сейчас хорошо, идем дальше. И давайте попробуем просто, как это работает. Вот здесь я нажимаю «Unclick». А, все, работает, значит, клик и «Unclick». Хорошо, мы это поняли. То есть, ну, а как ты поймешь, если не прочитаешь документацию? Вот четыре звезды. Сейчас спорим, чтобы четыре звезды было. Четыре звезды, да, так и есть. Четыре звезды. Но, а если я хочу вот все-таки нажать, что будет? И четыре, и пять звезд? А тогда какой последовательности мне это покажется? Посмотрим. Четыре, и пять звезд. Ждем. Так, слушайте, ну, на самом деле у меня поиск начинается с четырех звезд. Как вам такое? Конечно, то это ад, видите, это как реклама такая идет. Но, с другой стороны, а почему мне предлагают сразу четыре звезды? Как говорится, для меня, как для потребителя, это оскорбительно. Я застойен пяти звезд жить в отеле, а не четырех, да? Ну, вот, идем. Ну, это уже не ад, видите, это уже не реклама. Это VAPI, access, но только четыре звезды. Четыре звезды. Как вы думаете, вообще поведение веб-сайта правильное? Если я делаю пять и четыре звезды, а у меня поиск начинает, вот, выдача поиска, где уже не реклама, а вот обычные, обычные отели. А у меня начинают показывать четырех звезд. Вот, для вас это правильно или нет, напишите мне в чате. Ну, кто-то пишет, зависит от сортировки. Так, тут нет никакой сортировки, мы не применяем никакую. Мы применяем просто звездность. Но он мне не показывает пятизвездочные отели. Конечно же, нет. Ребят, знаете, почему нет? Потому что здесь, скорее всего, основой идет, сколько этот сайт зарабатывает с каждого отеля. Он вам их и предлагает сначала. Вот они зарабатывают с этого побольше, он вам их и предлагает, скорее всего, понимаете? Потому что вот здесь, как бы, вот, 4,4 рейтинга, здесь 4,6. Но вот 4,4 мне вперед показался, да? То есть я так понимаю, что обо мне, как о потребителе, думают во вторую очередь на этом сайте. В основном, в первую очередь, экспедиа думает о своей прибыли. Когда отель с 4,4 в отзывах идет впереди, чем 4,6. И как вы думаете, я, как реальный пользователь, этому сайту уже буду нормально доверять или нет? Ну, я думаю, что вот я вот реально, я уже не очень, как бы, к этому так отношусь. Потому что, ну, так, окей, вы, в первую очередь, хотите с меня заработать, а потом уже, там, предложить мне лучший отель. 4,6 уже идет дальше, да? То есть уровень доверия этому сайту уже вот такой. И если я вас встречу где-нибудь, там, за кружкой пива, я скажу, слушай, вот экспедиа, как бы, ну, я такой фидбэк дам, уже, как бы, не очень. Потому что, и расскажу, и, скорее всего, вы со мной согласитесь. То есть сейчас, как тестировщик, я нашел такой баг, который, ну, как бы, он нефункциональный, как бы, ну, что, ну, работает, работает. Но реально это называется такой баг, он, как бы, больше репутационный, да? Репутация сайта идет вниз. И я, как просто человек, могу своим мысленным поделиться в канале, там, своего телеграмма. И много человек об этом может узнать, могут узнать. И логика, по которой строится вот этот веб-сайт, она не очень хорошая. И меньше потребителей будет у этого сайта. Поэтому, когда вы, как тестировщик, будете работать в компании, увидите, например, вот такое поведение, это тоже баг, ребят. Но просто это баг такой, логический, логический, который приведет к не очень хорошим продажам. То есть об этом тоже надо репортить. Вот так ищутся баги. Сначала вы ищете функциональные баги или какие-то там, не знаю, опечатки или еще что-то. А потом вы ищете вот такие вот немножко логические баги, которые вы думаете, так, стоп, а почему? Вот чем больше вы будете задавать себе вопрос, а почему или а как еще я могу проверить, и тем более вы будете успешным тестировщиком вообще своей компании. Ну окей, уходим с компанией Expedia. И, как я вам сказал, вы проводите здесь тест по шагам. Степ 1 – открываете Expedia. Степ 2 – заходите туда, отпечатаете. Степ 3 – и так дальше, 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 дальше. Если все степсы прошли, каждый из них прошел, то общий тест-кейс вот этот прошел. Все шаги прошли успешно. Общий тест-кейс – пэс. Если какой-то из них прошел неправильно, зафейлился, как говорят, значит, общий тест-кейс завалился. То есть, ребят, кто у нас уже будет учиться, вот такой маленький тестик сделайте. И пометьте, каждый шаг прошел или не прошел. Ну и, соответственно, общий тест-кейс. Если хотите то, что я вам показал сделать, сделайте, как я показал. Если хотите что-то свое, ну, изобрести немножко другое такое тест-кейс, супер. Я буду очень доволен, если вы, скажем так, пофантазируете и подумаете, какой другой функционал, например, на сайте Expedia или на любом другом сайте вы можете проверить. Окей? Теперь, ребят, это уже последний слайд. У нас сегодня было очень много информации. И эта информация была практическая. То есть, вы видели именно, как реально работает тестировщик, что он делает, как проводится тестирование, как пишется программирование, как программный код пишется. И вы увидели, ну, в принципе, это нормально. Любой человек это может сделать, который имеет клавиатуру и который имеет экран. Это абсолютно несложно. Мы идем по шагам. Мы последовательно развиваем именно знания на курсе. Когда вы уже понимаете, как код пишется, вы уже будете из него настерить автоматические тест-кейсы, которые вы видели, как работает. Программа за вас сама все проверяет. За доли секунды, за секунды или там за 5-10 секунд. А вы бы на это потратили, может быть, один или два рабочих дня и, может быть, и дальше их сделали. Так вот, для чего учиться на курсе, вы уже поняли. Для того, чтобы не тратить несколько лет своей жизни на поиск правильного ответа на YouTube или еще где-то. Для того, чтобы иметь комьюнити, которое вас будет вперед толкать. Для того, чтобы получать те знания, которые необходимы на сегодняшний день. Получать его не от видеоблогеров, а получать его от работающего тестировщика. Я вот все, что вам показал, я это сам все умею делать. Я это все делаю. Все скрипты я сам пишу. То есть, все, это все, что я вам изучу на сегодняшний день. Я это все умею делать сам. Вас веду по курсу и как ментор, и как технический руководитель, и как собеседователь, который вас и собеседует, и говорит, и указывает на вещи, которые вам нужно знать, или которые, может быть, вы упустили. Вот это все, мы этим делимся. И плюс вы имеете еще возможность строить такую вот комьюнити внутри своей группы. То есть, группу студентов, с которыми вы будете учиться, делать вместе домашний, а потом расти, как тестировщик. Как это случилось? Если успеем, мы выложим на этой неделе интервью с девочкой, которая рассказывала, она получила сейчас работу. У них группа из четырех человек, из пяти даже человек была. Они все получили работу. Вот они вместе как учились на курсе, сдружились. Вот вместе после курса шли, друга мотивировали. У них каждую неделю совещание было, они встречались. И дальше они все, четверо, получили работу. Кто-то сразу на SD ушел, кто-то на automation тестировщика, кто-то на manual с перспективой на automation. Кто как, где, кто получилось. Но они все получили работу. То есть, вот это вот комьюнити, оно вас вперед будет толкать. Это очень важно. Дальше. Вы можете учиться, ребят, сможем наживать. За одну цену. Поэтому, если кто хочет учиться с мужем и женой, когда вы будете оплачивать, вы просто напишите, что моя жена там или мой муж будет учиться. У нее имя, фамилия такое-то по-английски. Его email, на Gmail обычно email. Нужно только на Gmail нам отправить будет. Gmail такой-то. И мы там отправим отдельную копию договора. Когда вы будете оплачивать, ребят, на сайте, кто уже готов менять свою жизнь, кто готов на следующие пять или десять лет развиваться именно в технической сфере, быть востребованным специалистом. А, кстати, технические специалисты, у них нет такого, знаете, как наступило, не знаю, сорок лет или пятьдесят лет, и тебя уже потихоньку так отправляют на пенсию. Я одно время жил в Купертино. Я гулял вот возле офиса Купертино, Apple, компания Apple. Я видел, что там очень много людей, которые возраста, ну, я не знаю, там, шестьдесят, наверное, ну, я не знаю, выглядят хорошо ли люди. Ну, там, пятьдесят пять, шестьдесят, шестьдесят пять люди лет. И они ходят утром на работу, великолепно выглядят. Видно, что есть интеллект в глазах, и я вижу там, ну, открытые окна, они просто стоят. То есть они не сидят за стульями, они стоят, у них такие дески поднимаются, они стоят, работают, там, попивают кофе, там, чай. Там видно, что с кем-то они совещаются. Они в этом возрасте, в этом, они ходят на работу в Apple, понимаете? Не просто как Apple, они востребованы в такой крутой компании. Почему? Знания. То есть у них есть такие знания, которые позволяют им оставаться на плаву. И вот, ну, спросите себя, в какой другой должности вы будете 55, 60, 65 лет супер востребованы на такой же работе, когда вас молодежь как бы там не подсидит. В технической, да, в другой, ну, я не знаю, я не уверен. Но если вы хирург, возможно. Если вы не хирург, там, и не суперюрист, я не уверен. У меня сейчас знакомый есть, он работал раньше менеджером по продажам, сейчас он руководитель отдела по продажам, а ему лет под 40, ему еще не 40, под 40. И он мне говорит, я уже опасаюсь уже. Я смотрю, что как бы ко мне больше претензий началось. То есть он уже предполагает, что ближайшие там 2-3 года его попросят, потому что, ну, как бы там меняется все, конъюнтур рынка меняется все. То есть он уже, кстати, обращает время на тестирование внимания, потому что он думает, ну, как-то что-то надо, план B, да. Вот поэтому, если вы готовы развиваться, следующие там сколько, там, 10, 20, 30 лет, сколько вы хотите работать, как специалист в технической сфере. Сейчас самое время начать. Я это говорю каждый курс, потому что каждый курс самое время начать. Почему? Потому что технологий меньше не становится, и становится только больше. Соответственно, и программ больше, и их делают больше, и проверять их тоже надо больше. Просто начав сегодня, через там 5 лет вы будете гораздо выше, чем если вы начнете там через 2-3 года. У меня девочка одна на курсе менула сказала, сейчас училась, говорит, мне когда-то, говорит, подруга 3 года назад сказала, что, говорит, пошли в тестировщик. Говорит, я не пошла. А она, говорит, сейчас уже вторую квартиру купила. Ну, правда, в моргач взяла, но все равно, это в Канаде вот они живут обе. Она купила, говорит, вторую квартиру в моргач уже за 3 года. А я, говорит, все думала. И вот сейчас она у нас отучила, сейчас уже проходит собеседование. Причем эта подруга присутствовала на занятиях, она, говорит, она подтвердила, что все, что мы им даем, это вот все нужно на сегодняшний день. Подумайте. Подумайте недолго, потому что каждый пропущенный день, месяц, год, это просто минусы из вашего опыта. Все равно вы, может быть, когда-то к этому придете. Так вот, ребят, если вы готовы уже менять свою жизнь, переходите на наш сайт QSVUS на страницу курса, которую вы хотите выбрать. Если вы хотите выбрать manual, переходите на manual. Вот здесь кнопочка будет записаться на курс. Сейчас она появится. Записаться на курс. Вот такой виджет есть. А вы записываетесь на курс. Оплачиваете любой кредитной либо дебетовой картой. Вот здесь первую опцию Stripe выбираете. Заполняете данные карты. Принимаются любые карты практически любых стран мира. Они сами пересчитывают курс по курсу того банка, который выдал эту карту. То есть, если вы в долларах платите, вам не нужно долларовую карту иметь. Платите той картой, которая есть. Все оплачиваете. На следующей странице, которая откроется, заполняете. Вот примерно такая формочка будет. Напишите ваш email. Gmail обязательно, ребят. Потому что я все равно попрошу сделать Gmail. Gmail, ваше имя по-английски. И сообщение. В сообщении, если вы будете учиться с мужем и женой вместе, это можно делать. Напишите отдельно имя мужа и жены по-английски. И его или ее адрес email на Gmail. Мы вышли в отдельный договор на Gmail. Курс automation то же самое. Переходите на automation. Записывайтесь на курс. Система та же самая. Просто курс стоит на 1000 долларов дороже. Вот сейчас такие курсы, ребята, стоят от 6 до 18 до 20 тысяч долларов. Вообще, чтобы вы понимали, вот такие курсы automation, как у нас. Походите, посмотрите, как говорится. Но у нас очень хорошая цена. На сегодняшний день лучшей цены просто вы не найдете. Все. Тем более, вы, может, найдете, не знаю, не лучшую цену, но такую же цену. Но там будут наемные преподаватели. Они будут меняться. И отношение будет совершенно другое. То есть вам один человек представит курс, другой будет рассказывать, третий еще чего-то будет. И вам нужно будет в голове от разных преподавателей совмещать эти данные какие-то. Кто что рассказал, привыкать к разным преподавателям. Это очень неудобно. Так, и когда вы, ребят, отправите платеж, вам его надо отправить до, если вы хотите уже все на этом курсе учиться, он у нас начинается в пятницу. В 6 часов вечера будет manual факультет, в 7.30 automation в эту пятницу. Завтра, послезавтра занятий не будет. Мы даем время оплатить, подписать договоры и уже в пятницу быть готовым. Если вы думать будете, думайте до пятницы, до обеда. Потому что нужно еще время, чтобы вам прислать договор, получить нам платеж, вам послать договор, чтобы вы его подписали, чтобы мы получили, подтвердили все и отправили вам копию вашу, подписанную с нашей стороны и, соответственно, ссылку на основные занятия. Это тоже Zoom. Это прямые эфиры, но это другая будет. Ссылка Zoom, это такая, как сейчас. А если вдруг какие-то вопросы по оплате есть, там, муж, жена, что-то еще. Вот, ребят, мой номер телефона, рабочий номер телефона, WhatsApp лучше пишите, быстрее меня найдете. Или SMS, или WhatsApp. Потому что у меня есть в Телеграме, но там очень много сообщений, там сотни сообщений где-нибудь приходят, поэтому я не уверен, что я вам сразу отвечу. В WhatsApp немного, поэтому пишите в WhatsApp, я буду вам помогать. Что касается возврата денег, если вы подписали договор, то вы можете в течение первой недели, вот этой нашей, сейчас идет первая неделя, вы можете вернуть деньги. За исключением, там, по-моему, 100 долларов, registration фейкер, она удерживается. Если вы договор не хотите подписывать, да, вы почитали, у нас ни одного такого человека не было за всю историю, ну, не знаю, может, вы такой, мы вам полностью вернем всю сумму, без всяких удержаний. Если вы не подписываете договор, полностью возвращаем деньги. Вот такие условия. Что касается обучения, курс меннл 1499, курс автомейшн 2499. Теперь я хочу почитать ваши вопросы и ответить на них до тех пор, пока мы не завершили трансляцию. Так, вы здесь мне пишите про фильтры, это мы еще обсуждали экспедиум. Так, мне пишет человек, если сперва купить меннл, а потом будет скидка, будет ли скидка на автомейшн? Да, будет 20%, ребят. Если вы идете на меннл, потом идете на автомейшн, на автомейшн у вас будет скидка 20%. Соответственно, автомейшн, ну, кстати, будет скидка на текущую цену. То есть на сегодняшний день, вот такая вот цена курса, соответственно, на сегодняшний день, если вы так сделали, то отключившись на меннл, вы бы еще заплатили со скидкой еще 2 тысячи долларов. А на мой взгляд, это не очень выгодный дел, потому что за 2,5 вы можете оба курса купить, понимаете? Так вы, получается, за 1,5 и за 2 покупаете. Тотал 3,5 стоит будет. Даже со скидкой. Пойдя сразу на автомейшн, вы 2,5 платите. Тысяча разницы. Ну, вы экономите тысячу долларов. Поэтому, если вы планируете так сделать, то это невыгодно брать меннл, а потом идти на автомейшн. Идите сразу на автомейшн, все. Но, с другой стороны, если на меннл пойдете, вы можете уже работать как меннл инженер. Будете получать зарплату даже, не знаю, 60-70 тысяч долларов в год. Это, получается, сколько у нас? 70 тысяч долларов в год. Это порядка, ну, наверное, 6 тысяч долларов в месяц. Ну, за минусом налогов вам выйдет порядка, может быть, 4,5-5 тысяч долларов в месяц. Да, ну, поэтому автомейшн для вас не будет дорого. Дальше. Достаточно 11 недель, чтобы выучить автомейшн, успешно применять его навыки в работе. Да, достаточно. В основном все курсы, которые понравились на глаза, имели другую продолжительность. А вот я об этом и говорю, ребят. Курсы бывают огромные. В них просто закладывают то, что не нужно. А я, кстати, знаю, о каком курсе вы говорили. Его сделали программисты. Они не соображают тестирование. Вот поэтому они и сделали такой большой курс. Они не понимают, что нужно давать. Они просто большой курс сделали, накидали все, что можно туда. И поэтому цена, кстати, этого курса в 2,5 раза дороже, чем у нас. Да, он больше, но в 2,5 раза дороже. А это не нужно все. Спустя 11 недель вы уже можете оплавиться, выходить на работу. Посмотрите, у нас много людей начали работу, много фидбэков у нас. То есть практика наших студентов подтверждает, что не нужно учиться большое количество времени, чтобы находить работу. Достаточно вот того, что мы даем. Выходите на работу. И там уже под конкретный проект вам скажут, так, нам нужно вот это. И вы что-то маленькое, узкое, отдельное что-то доучиваете, а не все на свете. Понимаете? Окей. Домашнее задание. Ребят, по поводу домашних заданий. А, кстати, у меня ассистент это подсказывает. У нас с курсов, в том числе, вы мне пишете, у нас переучиваются, люди приходят оттуда. Люди не могут работу найти. Знаете почему? Их учат программисты. Они не понимают, что делать тестировщики. Вот, чем дело. Поэтому я знаю, о которых курсах, что вы говорите, их много, кстати, разрекламировано этих курсов. К нам люди приходят переучиваться. И та девочка, кстати, которая вот, я говорил, вчетвером они работали, и она пошла на СД. Вот эта девочка, которая на СД пошла, она училась на одном из этих курсов, и она пришла к нам, переучилась, и после этого пошла на СД. Вот так это работает. Кто-то пишет, есть ли шанс найти работу без разрешения работы в США? Шансов нет. Вас не возьмут на работу без разрешения, но если вы знаете хорошо то, что вы знаете, вам могут сделать спонсоршип, то есть это рабочая виза. То есть компания вам переделает ваш статус, на рабочую визу вы будете работать в этой компании. Да, ребят, скидывайте мне сейчас задание в чат, домашнее. Я сейчас посмотрю, что я вам об этом думаю. На самом деле, элементарное домашнее задание, но мне интересно посмотреть. Кстати, кто-то один из вас меня отправил на почту, я посмотрю отдельно, напишу фидбэк вам, но вот кто делал, можете в чат скинуть, я обязательно сейчас посмотрю. Давайте, пока вы скидываете домашнее задание, дайте мне фидбэк, ребят, из того, что мы учили эти два дня, вчера, сегодня. Если вам все понятно, если вам ясен материал, который я вам рассказывал, и дальше только вопрос того, что вы думаете, да, да, нет, нет, напишите мне плюс в чат. Если непонятно, минус чат. Если как бы там 50 на 50, плюс, минус. Можете написать, чтобы я фидбэк от группы получил? Супер, какие у меня талантливые студенты. Молодцы, очень хорошо. Я ни одного минуса не увидел. Люди пишут либо понятно, либо плюс. Турбо кто-то написал. Евгений говорит, супер, турбо, плюс. Евгений, добро пожаловать. Вы наш кандидат. Значит, ребят, если вам все понятно на первых двух уроках, вам все понятно будет и дальше. И на курсе manual, и на курсе automation. То есть мы делаем курс для людей. То есть наша задача вам дать материал, который вам будет понятен. Мы никогда не закрываем онлайн урок, прямую трансляцию, если остаются вопросы. Мы сидим и разбираемся с этими вопросами. И нет такого, что я видел преподавателей, ну вот какие-то уроки, выкладывают же люди, да. И видел там, все, мне пора, я побежал. Два часа прошло, или час прошел. Вот у нас такой ерунды нет. Мы закрываем сессию, Zoom заканчивается тогда, тогда, когда всем все понятно. Если что-то даже, если вопросы будут потом возникать, мы их все равно решаем. Или дополнительно, индивидуально, или в группу. Так, окей. Есть ли смысл идти на курс, если не живешь в Америке? Да, Екатерина, у нас люди со всего мира учатся. Работа Киев везде одинаковая. Тем более, вы можете работать ремоут на компанию. У нас девочка из Одессы, работала сначала на компанию Сан-Франциско, сейчас она с большей зарплатой перешла на компанию из Швейцарии работает. Так и продолжает жить в Одессе. Ну, пожалуйста, пример. Да, вот вы говорите, что вы хотите пойти на автомейшн, но не можете в пятницу присутствовать. Вы потом в личном кабинете, по ссылке вы получите. Мы вас добавим в группу, в чат, вы увидите, там это все будет. Вы потом в личном кабинете пропущенный урок посмотрите. Там будет объяснено, как домашние задания делать, все-все-все. Первый урок, он будет 50 на 50, он будет первый такой вводный, я буду объяснять именно, как работать именно в личном кабинете с программой, как сдавать домашки, такой, ну, организационные будут моменты. И второе будет уже часть урока, вторая часть урока, она уже будет настоящая, там будем уже учиться. Все очень понятно, особенно Python вообще с нуля по нуля, как и что, спасибо. Пожалуйста, я только рад, ребят. Все очень легко. Понимаете, на самом деле все легко. Вот программисты, на самом деле, они думают, что все трудно, надо что-то миллион лет учить. Нет, ребят, все легко, абсолютно. Все, что знают программисты, тестировщики, еще какие-то, все легко, все это учится. Вопрос, как к этому подойти. Просто некоторые люди это сложно объясняют. Я стараюсь объяснить это легко, своими словами, поэтому мои студенты говорят, что им понятно. Кто-то говорит, что файлом домашку отправить, ну окей, давайте, сейчас я посмотрю тогда на вашу домашку, еще кто что отправил. Так, может бака, может фичер. Александр пишет. У родителей собака небольшого размера. В теплое время года выходит погулять на улицу без проблем самостоятельно. Как только начинается холода, на собаку одевают комбинезон, и она превращается в паралитика. Интересно. Просто перестает двигаться. Пробовали разные варианты одежды, но результат не меняется. Собака не двигается. Если снять комбинезон, оживает, начинает бегать. Пока решение, то есть вы нашли баг в собаке, пока решение данного бага выносить на улицу на руках. Замена собаки не рассматривается. Понятно. Ну слушайте, на самом деле, это ментальная такая штука у собак. Я знаю, там, если собаке пластырь клеишь на лапу, что-нибудь такое, все, она не ходит. Если собака надевает, знаете, такие, ну, носочки. Там, если грязно где-нибудь в Нью-Йорке гулять, грязно на улицах, да, носочки надевают, чтобы лапы не грязные были. Собака перестает двигаться. Но это не баг собаки, это ментальная такая штука. Это даже не баг одежды. Любую одежду применяйте. Короче, если вы такой баг зарепортите, его вам девелопер вернет с припиской, что это не баг. Такое бывает, кстати. Не приходило смс от банка при попытке перевода денег. Два дня пытался перевести деньги, смс не приходило. Перезагружал приложение, устройство меняло файлы на сотовую связь, ничего не помогало. Написал службу поддержки, описал ситуацию устройства, с которого должен был пройти платеж операционной системы устройства. Ответили, что программисты в курсе проблемы. И поблагодарили за информацию. Через день уведомили, что проблема решена. Проверил смс, стали приходить. Слушайте, вы на самом деле очень крутую, полезную вещь. Потому что, скорее всего, эта проблема распространялась не только на вас. То есть часть людей просто не могли работать с банковским приложением, и они игнорили этот баг. Иначе он был исправлен, понимаете? Если для вас его исправили за день, он бы для других тоже был исправлен. Поэтому супер. Единственное, кто это мне написал? Александр? Александр. Александр, вам за этот баг заплатили или нет? Напишите мне. Скорее всего нет, да? Если не заплатили, то, ну, сами понимаете, вы были тестировщиком за бесплатно. А реально, вашу зарплату, вашу премию получил тестировщик в этом банке, который не нашел этот баг. То есть где справедливость, да? Добро пожаловать в тестировщики. Работайте за деньги. Еще мне пишут. Марина, несколько лет назад я с семьей ездила в магазин, так и не знали, как до него доехать. Использовали GPS, систему старого образца, которые прикреплялись к стеклу. Так вот, этот навигатор привез нас к жилому дому и сказал, что мы на месте. Пришлось использовать другой девайс, чтобы найти правильную дорогу. Элементарно, да? Это ошибка GPS. Тут, кстати, два варианта может быть. Или вы неправильно вбили адрес. Бывает такая ошибка тестировщика. Если вы правильно вбили адрес, то это ошибка GPS. Его исправлять надо либо путем обновления устройства, либо, если вы обновили, ничего не работает. Это критическая ошибка, это блокер. То есть если устройство не работает, особенно GPS, то как оно должно работать, это блокер. И такая версия приложения не должна была выходить на рынок. То есть его либо, ну как его плохо проверили, лоботрясы, в общем-то, такие тестировщики в этой компании, которые получают зарплату непонятно за что. А вы молодец, вы нашли очень крутой баг. Скажите, я много лет назад учил Basic. Как сейчас это актуальный язык? Не очень актуальный, но если вы учили Basic, то вам будет знакома логика этого языка. Соответственно, вы можете благодаря логике понимать, как сейчас современный язык и программирование работать. А Basic, кстати, похож на Python. И на JavaScript на Python немножко похож. То есть вам легко будет ориентироваться. Какой уровень английского нужен работать в иностранной компании? На самом деле, хороший вопрос. Уровень технического английского нужен меньше, чем уровень разговорного продажного английского. То есть если вы идете в компанию в отдел поддержки клиентов, там прям уровень английского нужен, как у меня русский, прям fluent. Если вы идете в техническую вакансию, в техническую QA, программистам, DevOps, еще что-то, вам уровень технического английского нужен небольшой. Вам нужно понимать, о чем говорят, а вы это будете понимать. Мы и на курсе этому учим, техническому английскому, и на проектах вы его научитесь. Плюс много общения идет в чатах. А в чате вы можете через Google Translate всегда это привести. В крайнем случае, можете у коллеги его уточнить. Но на проекте нет такого, что сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Проект обычно довольно стабильный. И то, что вам говорят на этой неделе, вы услышите и на следующей. И еще через неделю, и еще. И в конце концов вы поймете, о чем речь. И вы разберетесь. То есть я хочу сказать, что английский, который нужен для тестировщиков, он гораздо меньше нужно учить, вообще терминологию, уровень английского должен меньше, чем уровень продавца автомобилей, например, или поддержки технической. Там очень мало нужно учить. И большинство из того, что вам нужно знать, вы будете знать на курсе терминологии, описательную часть документации, и программы, и синтаксис, как это все описывается. Мы на английском языке будем все делать. Мы баг-репорты на английском будем делать. На примерах, естественно. Не сразу, вы сами это все сразу не будете делать. На примерах. Вы научитесь этому. То есть 90% того, что вам нужно будет знать, для того, чтобы прийти и работать в компанию, вы уже будете знать. 10% индивидуальной такой компании. Вы дотянете изнутри компании. Нормально. Так, все-таки баг нашел в системе. Так, в вашей системе. Но это не наша система. Dallas и Fort Worth нельзя складывать. Они накладываются. 15 плюс 11, 26. 16 собираете Metropolitan Dallas. Увидите 16. Ну, Майкл, спасибо за баг. Но это не наша система. Это система компании Robert Half Technology. Компания, которая более 100 лет работает уже на рынке рекрутинга. Устраивает людей в компании. Если вы нашли такой баг, я вам советую зарепортить его в ту компанию, в Robert Half Technology. И, возможно, да вам сделают выплату какую-то денежную. Может быть, даже вас возьму как тестировать. Если вы умеете уже тестировать, вас, может быть, предложат какую-то вакансию в этой компании. Пожалуйста, это все открыто. Так, Сергей говорит, скинул. Хорошо. Сегодняшнее домашнее задание. Ребят, кто к нам на курс уже пошел? Сегодняшнее домашнее задание. Я вам расскажу в пятницу на уроке, когда основной урок будет. Куда его приложить? Как там засобидеть? Я вам все расскажу. Хорошо? Модул курс фидбэк. Если залп после нажания с админом, как у меня учеников в тест-тестовом поле, написал админу, заняло неделю. Курс инженер исправил. Да, кстати, баги, ребята, не сразу могут исправляться. Не сразу на следующий день. А некоторые баги вообще не исправляются. И это проблема. Потому что есть баги, которые не исправляются, которые ни на что не влияют. А есть, скажем так, программист говорит, что это не баг. А вы считаете, что это баг. И вот начинается такая дискуссия. Я вам на курсе расскажу, что с этим делать. А это такой интересный вопрос. И его нельзя решать неправильно. Иначе просто из компании выгонят и все. Я об этом вам буду рассказывать. Екатерина пишет, вы рассказывали, на каких платформах искать работу, в чем ориентироваться, чтобы выбрать хорошую. А, Екатерина, платформ много. На самом деле есть платформы, которые были очень популярны 5 лет назад или 10 лет назад. И, кстати, на вот этих курсах, там люди, которые там учат, они даже не тестировщики. Это видеоблогеры. Они просто, чем они занимаются, это просто посят в YouTube видео. Вот это их работа. Потому что они ничего не тестируют. Вот я вам даю те системы, где вы оплаетесь, откуда у меня лично были джоп-оферы. И я вам объясняю, почему. В этой системе, потому что вот поэтому. В этой системе, потому что поэтому. Мы это все будем рассматривать на курсе. То есть я не хотел бы внутреннюю кухню курса выносить для людей, которые нас не учатся, поймите меня правильно. Если вы готовы учиться у нас, быть в комьюнити курса, контрибьюшн свои вносить, брать знания, я только готов с вами делиться. Это все будет на курсе обязательно. Вы 110% знаний у вас там будет. Я это обо всем расскажу. Окей. А, Михаил, я понял ваш комментарий. Ну, вы знаете, я просто, я понял ваш комментарий. И если мне перепроверить, надо то, что вы рассказываете там по сложению метрополитена, и прочее. Если так и есть, да, вы правы. Просто это просто другая логика. Надо посмотреть действительно, как эта логика работает на их сайте. Тут я могу с вами согласиться, да. Просто надо посмотреть логику, применимую к этому сайту. Ребят, я больше просто не вижу ваших комментариев в чате. Если есть какие-то вопросы, я сейчас слушаю. Если нет, то вводные уроки на этом заканчиваются. Я благодарен, что вы уделили время, что вы нашли время прийти на прямые эфиры, потому что много из вас будет смотреть в записи этот урок. Если вам интересна профессия тестирования, если вам интересно развиваться, если вам интересно получить профессию, которая будет востребована в следующие... Даже не десятилетия, она всегда будет востребована, да. Даже когда больше роботов будет, просто больше людей будет обслуживать большее количество роботов. Вот и все. Если вам интересно вообще в другом направлении жить и развиваться, это к нам, да. Приходите. Вы уже посмотрели эти вводные уроки. Приходите в класс. Я буду рад с вами работать в классе, ответить на любые ваши вопросы. Если ответы будут сразу, отвечаю сразу. На 99% вопросов я отвечаю сразу. Но есть ответы. Если какие-то вопросы, ответы, я всегда найду и до вас встречу. Что касается домашних заданий, вот вы мне пишите, да, будет каждому уроку домашнее задание. Кто-то пишет, что уже оплатил. Если вы оплатили, мы вам еще не прислали подтверждение, мы вам пришлем сегодня, как только получим платеж, и пришлем договор, а после подписания ссылку на основные уроки. Кто-то пишет беспокоиться за количество работ. Ребят, а это, кстати, tricky question. Кто-то мне пишет беспокоиться за количество работ. Знаете, есть такая лотерея в США, называется Mega Millions Powerball. И вот наверняка увидели, что в обычное время на заправке тихо. Но когда Mega Millions бывает там 500 миллионов и миллиард, например, или Powerball, или что такое, или было 2 миллиарда, такие очереди стали. Люди сумками покупали эти билеты. И вот мне это всегда было непонятно. Почему 500 миллионов или там 300 миллионов долларов для тебя недостаточно, а вот миллиард – это уже сумма. Хмон, 300 миллионов долларов изменят не только твою жизнь, но и последующих двух-трех поколений твоих детей. 300 миллионов долларов, да? Ну, как бы, нет людей на заправках на 300 миллионов долларов, но на миллиард – это уже сумма. К чему я это говорю? Вам для того, чтобы получить работу, нужен один джоп-оффер. Один. Соглашайтесь, идите, работайте. Для этого не нужно 300 тысяч вакансий. Это просто nice to have. Просто приятно, что 300 тысяч вакансий на рынке. Один джоп-оффер. Для вас лично. Все. Ну, два, ну, три. У меня бывало, три джоп-оффера приходило в одну неделю. Ну, просто выбираешь нужную тебе. Все. Все. Две-три вакансии на рынке. Достаточно, чтобы вы на них подошли. А 300 тысяч, 700 тысяч, 500 тысяч – ну, прикольно, что они есть. Но это не для вас. Остальные 699 тысяч, 999 вакансий – не для вас. Для вас одна вакансия, на которую вы пойдете работать. А то, что там где-то меньше, где-то больше – ну, да, так и есть. Разные джоп-борды имеют разное количество вакансий. Но в этом есть и преимущества, и недостатки. Я об этом буду рассказывать. Где, на каком джоп-борде, на что обращать внимание. Это все будет. Все, ребят. Я тогда с ТопШер делаю презентации. Я благодарю всех, кто участвовал в прямых трансляциях. Я благодарен вам за ваше время. И если вы будете уже на нашем курсе учиться, до встречи в классе в пятницу. И мы проведем с вами следующие вот эту неделю и последующие еще 10 недель в очень интересном месте, в очень интересной компании. Вы будете удивлены, насколько быстро вы растете в профессии. Вы посмотрите, например, на 2 недели назад, на 3, на 5 недель назад, кем вы были, и потом, спустя 5 недель, вы удивитесь, как много можно выучить, как можно можно знать много за вот это время, которое вы проведете у нас на курсе. А потом еще скучать будете по курсу. Все так говорят, когда я его заканчиваю. Давайте, ребят, был рад с вами пообщаться. До встречи на курсе и всем пока.